Перестаньте делать редизайны. Избавляемся от Google раз и навсегда. Телеграмм сливает данные спецслужбам. Телеграмм сливает данные, погнали! Да, как ты меня в прошлый раз, неделю назад, поврали. Ты хоть расскажи, кто мы. Вот рассказываю, хоть кто мы. Мы подкаст с РОВВ, проект Ювеб Дизайн. Всем привет. Выпуск номер 176. Сегодня у нас 28-е. Уже... Нет, уже 29 августа 2018 года. В Челябинске час ночи. Сегодня мы прям поздно начали. И я когда готовился к этому подкасту, я заготовил вот эту фразу. Типа того, что... Поздно начали, рано кончим. Не, не эту. Я не настолько хлесткую, к сожалению. Я все-таки в своей манере... В своем репертуаре. Ну давай, домашняя заготовка, ну-ка. Вот. Мы... Хоть мы и долго готовились к этому подкасту, хоть и тем много, но все равно будет блиц. Потому что мы, как тот перерабатывающий завод, который нигде не могут построить по мусору, после нас темки по второму разу можно использовать, и как бы они будут уже такие прям сжатые, классные и так далее. Мы это вот... Те люди, которые пишут сокращенное содержание того, что надо прочитать на лето. Война и мир в 20 страницах. Давай. Вот наш подкаст, это именно все темки в двух страницах. Краткая версия. Просто кто кого убил, кто кого с кем переспал. А потом тебя спрашивают, а ты не знаешь содержание. Да, а ты сочинение на два пишешь просто, и все. Потом тебя спрашивают, а отличия view и react это какие? А ты такой... И все. Как бы вот set state только знаю, а дальше не помню. Вот тут то же самое. Ну, то есть у нас сегодня какие-то темки будут, знаешь, типа там бумага условно, которую надо перерабатывать. Какие-то металлы будут, а какие-то говно будут. Стекло самое главное, да. Это по закорюлить стекло, которое надо в гальку перерабатывать, в круглую, чтобы по ней ходить. Классно было и здорово. Да. Знаешь, что еще хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что у нас подкаст, как всегда, выходит в VR. Это обязательно наденьте свои шлемы. И обязательно наденьте в ишиванке, потому что и на украинском он тоже выходит. Вот именно такой гиберпанк мне представляется, когда вы слушаете наш подкаст. Соответственно, переходим к темам. Первая тема достаточно громкая, и она у нас есть в громких темах. Я отвлекусь на секунду. Я когда вытягиваю лицо, вот, ну, там, жую или что-то делаю. О, тебе. У меня наушники более плотно начинают прилегать к ушам, и у меня в вытянутом состоянии лица я тебя четче слышу. Ты имеешь в виду, подкаст как всегда выходит в VR на украинском и с вытянутым лицом. Да, да, и с вытянутым лицом. Первая тема. На uxplanet.org мы любим этот сайт. И здесь Виталий Дуленко. То есть как раз аудитория нашего подкаста, судя по фамилии. Статья о том, что редизайн – это полное дерьмо. Почему редизайны не делают юзеров счастливыми? Что по-русски переводится? Почему редизайн – это полное дерьмо? Так вот, здесь, в общем-то, достаточно очевидная статья, но просто мы же знаем, что, во-первых, повторение мать учения, во-вторых, у нас просто в двух страницах краткая версия, все как надо. В общем, автор нам говорит о том, что вообще редизайны, любые редизайны – это изменения. А люди не любят изменения. И не любят они их по двум причинам. Во-первых, изменения требуют каких-то усилий для того, чтобы их сделать вообще. И второе – это люди просто не знают, чего ожидать от изменений. И это как бы отрицательная является причиной, потому что когда-то неизвестность, она пугает, раздражает, бесит и вообще не нравится. Вот. Здесь он говорит о том, что есть два типа мышления. Что вот часть мышления у людей интуитивная, вторая часть, она всё-таки умная, так скажем, медленная, осознанная и так далее. Поэтому рефлективная почему-то она по-английски называется, но будем называть её просто осознанное мышление. Ну, это очевидные вещи для всех, кто хоть сколько-нибудь вникал, так сказать, в нейробиологию, что есть там лимбическая гормональная система, есть там кора головного мозга, они разной степени древности. То есть гормональная система была ещё 300 тысяч миллионов миллиардов лет назад, вот. А кора головного мозга появилась уже позже, вследствие там всяких эволюционных вещей. Поэтому сил на гормональную систему тратится меньше, а на кору больше. Сил физических, я имею в виду, энергий сжигается мозгом. Поэтому как только вы что-то начинаете изучать, это я уже автора продолжаю, вы, в смысле, как только начинаете изучать, вы медленно со скрипом это делаете, потому что вы прям вот корой вникаете в это дело, и у вас это всё, ну, когда вы там только новый фреймворк начали осваивать, 5 часов поработали, а такое ощущение, что 15, нужно срочно пойти выпить смузи, сесть на кресло мешок вот этот вот, который в переговорках стоят, и поиграть в PlayStation 4. А если вы уже какое-то дело делаете в третий год подряд, то есть программируете на jQuery, наши уважаемые слушатели, а это прям программирование, можно высоко назвать, ведь именно так вы и пишете у себя в резюме программист на jQuery. Так вот, то, конечно, у вас это уже происходит практически на автоматизме, потому что вы же настоящие jQuery программисты, и на это не тратится почти никаких сил, вы можете это делать all day long, все дни напролёт, что называется, поэтому это очевидно, и если возвращаться к изменениям и редизайнам, то в тот момент, когда вы делаете редизайн, ваш пользователь, он заново изучает какие-то аспекты работы вашего приложения, естественно, это происходит со скрипом, естественно, всегда, я уверен, что вот, ну, какие-нибудь бы нам аналитики сказали, что всегда при любом изменении есть какой-то процент отвалившихся людей, которые махают рукой, говорят, похрену, буду проституткой, не буду использовать новую кнопку смайлика в Фейсбуке, потому что её передвинули справа налево. Но это, кстати, не про Фейсбук, а про Скайп. Это, кстати, анти-пример, который нам здесь автор приводит. Это то, что кнопка вставить эмодзи раньше была справа в Скайпе, рядом с кнопкой там отправить, приложить видео, приложить файл и так далее. А после этого её сместили влево отдельно. Дескать, она не относится к медии, она относится всё-таки к тексту, и поэтому теперь смайлики будут слева. Причём, ладно бы только это. Раньше там ещё сверху показывалось последний используемый, а теперь просто по умолчанию все с самого начала, с обычного смайлика, который двоеточая скобочка. И мне кто-то пишет в Скайпе. Это я тебе и пишу, что ты переживаешь, я просто попробовал. Блин, дерьмо, я думал, мне уже там кто-нибудь работу предлагает, что-то мне пишет. Александр, мы вам предлагаем 10 тысяч миллиардов, только придите к нам. Только попрограммируйте на jQuery, пожалуйста. Да, ну на самом деле, да, видно, что кнопка про эмодзи слева, есть недавно используемые эмодзи-коны, но по умолчанию всегда открывается вкладка просто смайлики. Поэтому я тебе, конечно же, отправлю Сторм Труппера, и мы продолжим дальше. Это что касается антипримеров, ну и есть, конечно, в антипримерах и редизайн кинопоиска. Но дело даже не в том, что изменения носили косметический характер. То есть вы худо-бедно с изменениями, которые носили косметический характер, люди готовы справляться, жить и так далее. Но бывают изменения функционала, которые просто ломают экспириенс-привожение. То есть в кинопоиске люди не смогли получить доступ к своим библиотекам, фильмам, обзорам и так далее. То есть, грубо говоря, там такой большой комьюнити-элемент в редизайне кинопоиска выключили. А на самом деле люди сидели на кинопоиске не только ради того, чтобы посмотреть, что бег из Шоушенка по-прежнему на первом месте во всех топовых фильмах, а в основном для того, чтобы обзорчиками друг с другом мериться и показывать, что ты-то же на Кубрика все-таки обзор написал, а не на Горько 2. И ты, скорее всего, в роговое праве сидишь, и у тебя все не так просто в жизни. А у твоего соперника за сердце какой-нибудь дамы, у него всего лишь обзоры на Ёлки 2, Любовь-морковь и все такое. По-моему, это более престижно, если честно, чем Кубрика была. Ну, это смотря за сердце какой дамы ты борешься. Если это дама, которая смотрит, как вот это шоу-то сейчас, девчонки какие-то, вот сейчас на всей Кировке эти билборды, где три телки голые в коробке. По-моему, просто девчонки называется. Реалити-шоу, там какие-то бабы из Челябинска вот выиграли, и они стоят в коробке назад в Саратов. Вот если такая дама, то как же Горький 2, Горький. То, конечно, Кубрик ты хотел сказать. Да. А если все-таки это корешка красная или фиолетовая, то, я думаю, без Кубрика никак не обойтись. Или хотя бы без Тарковского, хотел сказать. Без полстакана красного. Без Коппола я имел в виду. Продолжаем, ладно. Как, короче, нужно сделать же редизайн менее болезненным? Есть и практические советы в этой статье, не просто там вайн по поводу того, что, блин, все редизайны полное говно, и так не надо. Кстати, ссылка на редизайн кинопоиска здесь вставлена с Медузы. Ну так, прошу, чтобы вы понимали. То есть человек-то все-таки реально в вышиванке, походу, писал. Ладно, не буду дальше. Нужно знать своих пользователей. То есть нужно по аналитике понимать, какие фичи ключевые на вашем сайте детском. И ни в коем случае их не ломать или делать это максимально ненавязчиво, потому что это ваш хлеб, это ваши деньги. Не забывайте, что комьюнити, которая делает ваш сайт, оно приносит вам деньги. Если у вас не будет никаких обновлений. То есть что такое Reddit без людей? Это ничто вообще. Это не фронт пейдж ов-за интернет. Это кусок говна ов-за интернет. Поэтому нужно удерживать комьюнити. А если вы делаете какие-то непопулярные редизайны, то всегда будет спад. Всегда будут какие-то просадки. Нужно просто задуматься, а нахрена вы делаете редизайн? Если вы это делаете, чтобы просто оставаться в тренде, то есть менять какие-то там цвета на новый цвет, понтоновский и так далее. Подумайте, вы просто потеряете в деньгах. Ну да, ваш дизайнер, ваш дизайнерский тимлид, он, конечно, на Dribbble выложит картиночку или на Behance, где он будет хвастаться очередным редизайном. Но сама компания от этого только проиграет. То есть нужно все изменения делать максимально прогрессивными, которые реально решают какие-то вопросы, например, со скоростью доступа, с удобством навигации, что-то еще. То есть на самом деле редизайны бывают не только там. Сидели, курили кальян на 19 этаже на балкончике корпоративного офиса и решили, блин, давайте передвинем слева направо. Нет, бывают и нормальные редизайны, типа того, что там добавим вот этот вот скелет приложения, когда загрузка происходит, добавляют вот эти что. Ну знаешь, даже на YouTube это сейчас есть. Сделан скелет, что вот тут у нас будет видео, серенькие такие квадратики появляются, пока загружаются. И это такое небольшое, кстати, об этом тоже у нас сегодня будет статья про UX ожиданий. Тоже у нас. Эта тема уже была затронута когда-то, но сегодня заново ее поднимем. О том, что будет вот этот скелет приложения, и человеку проще ждать. Он видит уже, где будет видос, и такой, а, ну все, сейчас загрузится. Это реально классный редизайн, который достоин внимания, достоин обсуждения, достоин похвалы. Ну то же самое здесь, как пример, приведен в Facebook, в котором там лайки, коммент и шеер, вот эти кнопки были полными, так сказать, закрашенными, стали полными. То есть outlined icons, вот этот, ну короче, просто контурные. Ну там и баблы в сообщениях. То есть были раньше такие классические фейсбучные комментарии, которые, ну как текстовые такие что ли, а стали как баблы реально в мессенджере. То есть, ну да, почему бы и нет. Никто даже и не заметил в большинстве случаев стопудово. Непонятно, зачем, правда, Facebook это сделал. Ну, видимо, для того, чтобы просто с гайдлайнами не было проблем, между мессенджером и основным Facebook просто сделали в одном стиле. Также там вместо стрелочки вниз, которая открывала, так сказать, у каждого поста опции, теперь там три точечки. То есть тоже, чтобы соответствовать там общепринятым стандартам. Ну и вон там смайлики с фотками поменяли местами. То есть не разнесли там влево-вправо, а просто поменяли местами. И я думаю, люди очень быстро подстроились и не испытали никакого бадхерта по этому поводу. Ну и, соответственно, еще один из советов – это оставляйте людям выбор. То есть автор считает, что нужно до последнего поддерживать старую версию, пока там вовлечение в новую не достигнет там каких-нибудь 90% уже для того, чтобы понимать, что вот да, теперь обкатано, теперь можно, и можно старую просто отключить и все. Хотя, опять же, отключение старое – это, наверное, экономия там нескольких килобайтов на скриптах или чем-то еще. То есть, ну, поддерживать две версии фронт-энда – это же не две версии опихи поддерживать, которые реально там даже структура базы данных из-за этого, может быть, там какая-то невозможно изменить. А в версии фронт-энда поддерживать это проще. Хотя, конечно, за собой тоже все это таскать сложно, но тем не менее. Ну и, конечно, последний совет – это sell your redesign. Нужно заранее предупреждать людей о том, что будет какой-то редизайн, показывать какие-то ролики, обучалки, всплывающие подсказки. Нужно максимально мягонько залезть, так сказать, к своему клиенту, и чтобы вот он улыбнулся. Как в том анекдоте. Я поспорил он с тем мужиком, что засу тебе весь бар, засу тебе на стойку, на твои усы, а ты не только меня не выставишь, ты еще и рад будешь. Вот тут надо то же самое, как в том фильме. Ну, я знаешь, что хочу сказать? Во-первых, я сейчас в скайп-то зашел, когда с тобой созванивалось, и у меня реально обновился он, и тут редизайн-редизайнович полный. Со всякими... Я понимаю, что, возможно, он давно уже должен был обновиться, и я все откладывал, 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 и вот только сейчас. И ты знаешь, я бы не сказал, что так легко вот сразу воспринимать. Особенно, знаешь, то есть, окей, люди, понимаешь, вот люди, которые делают редизайны, они в основном думают, что другие люди... Ну, до жопы думают, да, я помню. А что другие люди пользуются их сервисами или программами, или там, не знаю, веб-приложениями, или чем-то там, каждый день на постоянной основе. Как они пользуются? То есть, они вот на работу приходят, и с 10 до 6 они пользуются своим сервисом условно. Ну, разрабатывая его, частично смотря дизайн, заходя в свой этот, нажимая что-то. То есть, грубо говоря, они постоянно общаются со своим продуктом. Но вот я, допустим, как человек, который заходит раз в неделю условно в Скайп, ну или, допустим, не в Скайп, а любую другую возьмем, условный кинопоиск, да, меня просто обескуражит. То есть, я захожу, и мне нужно... И сейчас самое главное, я захожу, и по-быстрому мне надо что-то там сделать. То есть, мне просто надо тебе позвонить. Мне больше ничего не надо вообще. Мне не надо увидеть там какие-то подсказки. Мне сразу какие-то 100 подсказок о каких-то там новых эмодзи говна. Да, и я зашел на пару сек, короче, блин, мне просто надо позвонить. Все, ничего не нужно. И я получаю, короче, тонну чего-то там нового, просто с какой-то экспириенс получаю. И такой, твою мать. Просто все судорожно закрываю и звоню, короче. Точнее, ты мне звонишь. Вот. Хорошо, что ты мне позвонил. Я бы тут не разобрался без пол-литра, так сказать. Это классические вот эти скайповые моментики, которые типа соцсеточные. Типа, пока вас не было там, и чуть ли не лента обновлений людей. Да я насрал вообще. Это просто вот скайп, это вот и ВКонтакте, и не Фейсбук. Чтобы я здесь залипал, узнавал, что у меня у друзей происходит. Скайп – это непонятный атеизм, который почему-то используют рекрутеры для поиска работников, так сказать. Все, конец. Это так смешно, когда я тут тоже устраивался в компанию, я тебе рассказал. Все такое в скайпе, в скайпе. Только меня приняли. Ну, короче, у нас все в телеге. Даже не в слайке, а просто у нас тут все в телеге. Вот один рабочий чатик, вот второй, вот третий, бла-бла-бла-бла-бла. Нахрена вы тогда это делали в скайпе? Ну, вот с другой компанией я уже сразу в телеге, слава богу, созванивался. Хорошая качество связи, вообще-то удобно и классно. Короче говоря, порой это увлеченность скайпом, она не то чтобы пугает, она просто заставляет задать вопросы. Я еще хотел сказать про редизайны, что это конкретно чувак, автор, имеет в виду, что редизайны компании ЯМИ своих продуктов. То есть мы же часто с тобой рассматриваем редизайны каких-то левых людей, не из этих компаний, да? Которые просто редизайнят, потому что хочется. А, ну это просто люди тренируют свои скиллы, опять же, ну и как я уже говорил, хотят там выпиндриться на Дряблом, там на Бехансе или какие-то еще. Да, то есть условно, если вы не работаете в скайпе, а хотите просто нарисовать редизайн скайпа, потому что думаете, что так будет удобно, в этом ничего плохого нет, как бы. Просто тренируетесь, как бы, это уже ваш прикол. Вы просто смотрите, что вы делаете хотя бы. Да, особенно если вы это как-то обосновываете. Хотя, опять же, мы с тобой тоже, обсуждая такие редизайны, мы всегда говорим, что большинстве своем это пальцем в небо, потому что у людей, которые эти редизайны делают, у них нет на руках аналитики, у них нет на руках никакой информации по поводу того, какая кнопка, так скажем, самая нажимаемая. И, соответственно, ее не нужно убирать. А люди, которые делают редизайн, ну, такие, так скажем, кустарные редизайн, они вполне могут именно эту кнопку и убрать, сказав, блин, вот лично меня она бесит, я ее уберу. А для приложения она там наиболее, так сказать, приносящая деньги. Поэтому, ну, да, конечно, это все разные вещи, но, тем не менее, да, это, конечно, были указания для людей, которые редизайнят собственные продукты, которые за них отвечают и которые каким-то образом хотят, ну, даже не столько извлечь новую прибыль, хотя наверняка да, но хотя бы не потерять старую. Просто потому что и такое бывает. Хорошо, следующая тема – редизайн и популярных логотипов. У нас редизайн и редизайн. Да, я специально их расположил именно в этом порядке. То есть я когда только готовился к тем, кого они у меня хаотично лежали, там, три мне, три тебе, потом еще по одной, по одной, по одной. А потом я их уже расставлял, во-первых, по очереди, а во-вторых, по смыслу. И вот как раз, я так понимаю, пример таких редизайнов, которые просто чуваки стандартные просто так сбоку делают, потому что прикольно. Правильно я понимаю? Да, да, это именно так. Это просто какой-то чувак на Reddit. Причем с ником FuturePunk, чтобы мы понимали, опять же, о чем будет речь. Задизайнил известные бренды, логотипы брендов известных, да, короче, в стиле ретро-80-х, такой как бы, короче, неон, вся вот эта хрень. И тут даже не столько неон, вся вот эта хрень, сколько, знаешь, ты же, наверное, помнишь, я причем как-то даже где-то эту гифку то ли у себя в Твиттере лайкал, то ли что-то такое. Короче, когда суперстарые PlayStation'ы включаешь на суперстарых телеках, условно, первый PlayStation, там такая заставка появляется, PlayStation, и еще она, знаешь, сейчас PlayStation, он чисто сине-белые тона у него, ну, именно его, так сказать, гайдлайн, а раньше же там была такая цветная охреновина у PlayStation'а именно в надписи. Да, в белом PlayStation'е точно было. Вот-вот-вот, да, и, короче, значит, там появляется такая вот именно, когда включаешь на телеке, короче, PlayStation, и там вот такая вот супер заставочка появляется. Ну и вообще мы много где могли видеть такие заставочки, когда что-нибудь включаешь, и именно Splash такой, это, знаешь, Splash на старый манер, когда у тебя еще загружается что-то, условно, приставка загружается, сейчас это так приложения загружаются на телефоне. Они показывают Splash, пока идет какая-то загрузка, ты смотришь на картиночку статичную, ну или не статичную. И, короче, вот здесь... Могу тебе сразу сказать, мне вообще вот, я когда вижу хедер этой статьи, знаешь, какая ассоциация? Угу. Робокоп 3 на Nintendo Entertainment System. Вот, да. Это там, где он сидит, и у него на плече девочка такая. Угу. И там ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду, там музыка, да, и он такой со стволом, короче, и все, да. Вот, вот. Короче, да, согласен абсолютно с тобой, напоминает, супер напоминает вот эти... Да и вообще гении, конечно, делали Робокопа, на самом деле. Робокоп, он сейчас, наверное, супер в моду должен входить, потому что киберпанк и все такое, и вот это прям так классно сделано, что, ну не знаю, гении, короче, реально. Возможно, это как обычно японцы, супер гении. Стыдно признать, я не смотрел кино, поэтому я... Ну, то есть, я не знаю, в самом-то кино киберпанк ли? Или там просто такая тестостероновая хрень и все? Ну смотри, там было несколько кино, я смотрел вроде бы первое самое, которое там еще хрен знает когда было, и там, я не помню, чтобы такой прям... Там не киберпанк, там просто чувака из полицейского сделали робо-полицейского условно. Потому что вот игра Робокоп 3 реальный киберпанк, там классно вообще. Там прям, ну кроме последних уровней где-то там пустыня и так далее, хотя там тоже это достаточно забавно. Ну ладно, продолжаем. Ну и так вот, короче, в общем, давайте посмотрим на логотипы в стиле ретро-80-х. Поехали. eBay, например. Просто листай eBay. Ну хрен знает. А Netflix ей не понравилось. А Netflix, он дальше не будет? Netflix ей просто... А, ну давай Netflix. В самом начале, в самом начале. Ну, неоновая хреновина такая. Ну ты понимаешь, на что это аллюзия? То есть здесь, ну, откровенно слизано с MTV-шного логотипа. Ну да, да, да. MTV Original Logo. Типа такая дополнительная надпись, которая как бы так сбоку прилеплена к основным буквам. Вот, как MTV, да. Ну, в принципе, да. Ну, здесь, на самом деле, это просто прикольно. Просто прикольно. eBay тоже достаточно прикольно, но это уже как будто, знаешь, в Яралаше заставка. Кельвин и Хоббс был такой комикс, и там именно волоски Кельвина... Да, я помню, там где собачечка, или... А, там где Тигрик и чувачочек. Тигрик, да. И там как раз волосы Кельвина, они именно в такой манере были нарисованы. Да, да, да. И, ну вот, на мой взгляд, это, опять же, аллюзия на Кельвин и Хоббс. Я, ну, я не претендую на то, чтобы... Или на Яралаш все-таки. Сейчас они разлетятся, буквы eBay. Пара-пара-пам. Шу-пф. И схлопнется. Все. Вот это вот там как было написано раньше. Ладно, продолжаем. Саунд Клауд. Саунд Клауд. Очень классный. Очень классный. Мне нравятся вот эти вот... Знаешь, как будто... Если вы вспомните, короче, вот когда в ларьке... Вообще, вы знаете, что такое ларьки, да? Какой-нибудь, который стоит, короче. И там какая-нибудь упаковочка выгорела очень сильно. И она как бы выгорела, но какие-то цвета не выгорели, потому что они, условно, были там слишком сильно залиты. Ну, там они нефти чуть-чуть были, да, да, да. Да, да, да. И вот, и, короче, здесь Саунд Клауд он весь выгорел, а внизу там краски, они как бы остались. Вот, я себе это представляю, что Саунд Клауд, он вот такой вот. Еще длинная такая C с длинным низом, так сказать. Очень прикольно сделано. Да, кстати, я тебе скажу, ты, может быть, я не знал. Вот у нас в Челябинске, напоминаю, свои слова. То есть, везде однушка, у нас полуторка, везде там компьютер, у нас банка. И вот слово ларек, это только у нас ларек, а везде палатка. Киоск-то еще скажи. Ну, киоск-то, это понятно, это везде киоск. Но вот ларек, это вот чисто я у нас слышу, и я тоже от многих лисов, что такое ларек. И как бы, да, ты такое объясняешь. Ну, мы просто поясняем, да, просто поясняем. А вот эта полоса мне еще напоминает, когда на VHS-кассеты записываешь, там, семейные хроники какие-то, там, 90-х годов. Там потом краешек воспроизведения сначала съезжает куда-то, там, в спектр какой-то, потом, хоп, выравнивается, там, ну, к четвертой секунде, там, на помехах, на вот этом всем. Вот это вот съезжание, вот это вот слева под саундклаудом, зелено-синее, голубое, вот, напомню. Да, согласен. Ютубовский, короче, логотип, он такой в стиле уже GTA Vice City. Реально, здесь, короче, такие вот тона, именно какой-то уже Майами представляется. И прям... Это смешно, я сейчас сижу, киваю, думаю, что ты видишь мои кивания. Ну, я, да, я как бы понимаю, что ты поддерживаешь, в принципе, меня. Но здесь, что я могу сказать, тоже такая заставочная, как будто вот если бы Ютуб был каким-нибудь телеканалом, условно, 80-е. Ютуб или какой-нибудь телепрограммы, Ютуб, вот. Дальше Гугл, вот это в натуре как будто включил консоль, и у тебя она вот так с помехами чуть-чуть показывает Гугл. Да, 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 прям еще больше помех, согласен. Да. Фейсбук. Фейсбук, ну, я не знаю, это типа какие-то, знаешь, как старые... Это какая-то вот что-то на бумаге напечатанное, хотя хрен его знает. Такое... Очень прикольно, вот в старом стиле сделаны у слова бук вот эти вот полосочки именно на буквах. Это прям вот в натуре old school. Ну, и эти цвета тоже вот... Например, сейчас никто не использует вот такие сочетания цветов. Прям видно, что именно из-за сочетания цветов выглядит старо именно. Именно ретро вот дает вот эти сочетания фиолетового и вот такого вот зеленого. Это достаточно безвкусное сочетание, надо сказать. Да, да. Хотя, ты не знаешь, особенно безвкусно то, что буквы F и K выходят за границы. CSS is awesome, короче говоря. Ну да, но возможно это и понт. Просто видишь, короче, таких цветов могут быть, знаешь, вот мастеры раньше делали таких цветов, какие-нибудь адидасовские, еще паленые. И там именно полосы были вот такие фиолетово-зеленые. Супер тоже 80-90-х. Да, да, да. Вот мастеры какие-нибудь делали. Или, не знаю, какие-нибудь джемперы, опять же, флисовые. Вот. Или какие там, короче, вот типа такие... Вот тоже вот в таких цветах делали. Окей, Reddit. Ну, Reddit это вообще тоже супер круто сделано. В стиле какого-то, опять же, робокопа. Или это и есть стиль робокопа, собственно. Я не знаю, где-то были прям вот ярко выражены такие вот блики, типа металлического логотипа. Мне кажется, еще вот Rock'n'Roll Racing на Sega, которая типа первая Близзовская игра. Сейчас я посмотрю, как выглядит. Я имею в виду, что у него такие были. Не, нихрена не такие. Я с чем-то попутал. То ли Кармагеддон какой-то. Там где-то были вот эти металлические буквы. Ну нет, в Кармагеддоне чуть-чуть другие. Ну вот прям где-то было реально. Напишите в комментариях, где это было прямо. Да, да. Вообще пишите нам комментарии. Мы всегда любим. И Reddit, конечно, да. Прикольно. Да. Twitter, ну как бы такое. Понятно, что прикол с переделыванием птички Reddit в фламинго розовое. Ну, типа да. Но как-то не очень олдскульный, если честно. Опять же, зеленый с фиолетовым мастера, мастера. Да, мастера пошла. Instagram. Ну, Instagram прикольно, потому что тут в натуре тоже какой-то космос. И я как будто, опять же, ВЕЧС кассету воткнул. И сейчас мы фотки смотрим. Да, это как будто то ли Стартреки первые так начинали. Какое-то что-то вот, мне кажется, что-то из космических одиссеев каких-то должно напоминать. Да. Amazon. Это тоже, опять же, кассету воткнул. И вижу вот такие полупомехные, полу какое-то непонятное, короче, дерьмо. Тут еще типа тенька снизу, оранжевенькая. Да. В помехном стиле. Да, так это понимаешь? А, ты, ты понимаешь? А, ты, 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 стрелочка, короче. Кто знает, тот поймет. Ну, вот такие, короче, логотипы. Прикольно сделаны. Естественно, они не имеют никакой под себе жизни в настоящем, естественно. Никто сейчас, знаешь, не собирается даже на одну секундочку на таких крупных ресурсах, как условно YouTube, менять на вот такой логотип, который они здесь придумали, чувак придумал. Но сам факт того, что, знаешь, понастальгировать, побалдеть, то есть понятно, что этих ресурсов и практически не было, некоторые только зарождались еще тогда, да и вообще в проекте не было таких ресурсов. Нет, я думаю, ни одного не было даже в проекте в те моменты. Люди, которые в 80-е, которые эти ресурсы создали, они тогда еще были детьми, мне кажется. Да, они, возможно, вдохновлялись, да, они, возможно, вдохновлялись робокопом тем самым, и в будущем сделали условный саундклауд. Ну, саундклауд, конечно, да. Да, из вот этих, которые здесь представлены, какой тебе больше всего понравился? Ну, так просто интересно. Ну, и сейчас я тебе скажу точно, мне нравится, блин, ну, либо Amazon, либо... либо саундклауд, мне кажется. Ну, ты смотри, ты минималистичный. Ты выбрал наиболее такие, ну, как бы несложные, что ли. Не пестрые, да, не пестрые. Потому что, кстати, я сейчас только заметил, что у Google реально помехи даже и сверху, и снизу на черном фоне. Такие прикольные. То есть там не просто черная заливка, а прям помехи-помехи. Мне больше всего Reddit понравился. Reddit классный, согласен. Он такой железный прям. Что, где же я это видел-то, а? Вот я тоже не понимаю. Это, знаешь, как будто какие-то еще на дисках обложки, типа там хиты, 100 лучших хитов. Это тоже похоже. Это, знаешь, наверное, дефолтный эффект в какой-нибудь проге, которую все используют. Хотя, ну да. Ну да, наверное. Может быть. В общем, это смешно. Я ожидаю, что какие-то люди... Например, вот помнишь, есть у нас такой подписчик Юрий Баранов, который нам все время поясняет за скоростью... Который в Google. Да, да, да. У него, кстати, сегодня день рождения. Ну, на время записи в Инстаграме видео просто в сторисах у него. Ему 33 исполнилось. Как раз он тоже вдохновлялся, возможно, тогда еще. Вот. И, во-первых, с днем рождения. Во-вторых, хочется услышать комментарий. Стопудово он сейчас нам прям четко скажет. Это там какое-нибудь третье издание японское, там, пятого робокопа. И вот там вот именно так же было, с такой же улыбочкой. Там какой-нибудь бред. Господи, как же у меня кошки-то там орут в коридоре. Это просто свидос какой-то. Ладно. У нас следующая темка. Да, лайка. Так. I created the exact same app in React and view. Here are the differences. FBI нам предлагает в темках к выпуску. Кстати, да, в прошлый раз у нас не было ваших тем, просто потому что за месяц мы накопили такое количество тем вообще. Представьте вот это месячное воздержание, как нас прорвало. Поэтому, да, было очень сложно взять еще какие-то ваши темки. Мы темки только наших патронов взяли. Кстати, да, про патронов надо сказать. Patreon.com.us.webdesign – это самый хипстерский, самый модный способ поддержать наш проект. Потому что Patreon, он просто прикольный. То есть там вы не просто заносите нам деньги, вы получаете награды. Начиная от бесплатных стикеров и заканчивая доступом в наш суперсекретный патроновский чатик, где просто происходят чудеса. Там скоро дети рождаться начнут вообще в этом чатике. Настолько, с учетом того, что там одни мужики. Это настолько вот чудеса там происходят, что вот как-то так. Поэтому patreon.com.us.webdesign. Вообще, вот если вы прям хотите, чтобы мы проснулись и как Шварценеггер улыбнулись, так вот это та самая, где вы можете нас улыбнуть. Никита, ты должен тоже что-то по этому поводу сказать, а то мне одному не поверят. Я, да, я, во-первых, не верю ему. На самом деле, единственное, что вы должны сделать на Патреоне – это занести 50 долларов в месяц. То есть вот самое нормальное, что вы можете сделать в своей жизни – это 50 баксов в месяц. И как бы, понимаете, это практически сравнить как вот, знаешь, с пробежкой, может быть, утренней. Вот 50 баксов заносишь, и тебе так легко, тебе так хорошо, на самом деле. Когда они у тебя снимаются, так сказать, приходит смс, что отправлено пацанам на ювебдизайн, на проект. А мы, в свою очередь, мы, в свою очередь, гарантируем вам, что будем только лучше и лучше делать. Особенно для чуваков, которые нам заносят на Патреоне, потому что вы можете спокойно на Патреоне написать типа «Чуваки, блин, мне так задолбало, что вы, например, рассказываете про темы про Челябинск. Давайте вы, короче, про Челябинск не будете рассказывать». Мы такие «Хмм, хммм», и продолжаем про Челябинск рассказывать. Вот, ну, в общем, да, я вам рекомендую, конечно, patreon.com. Я, как бы, это все юмор, шутки, но, на самом деле, это супер нас поддерживает, потому что, как бы, вы понимаете, непонятна обратная связь, если, ну, 20 комментариев под подкастом, условно, да, это, как бы, в отличие от ваших 50 долларов в месяц, это ничто. Да, во-первых, ничто, а во-вторых, вы представляете вообще, насколько вы свой вес в обществе повышаете? Вот бабушки, которых вы переводите через дорогу, они так могут забыть вам спасибо сказать. А если у вас на лице будет написано, что вы еще и веб-дизайн на Патреоне поддерживаете, они прямо скажут, милок, слушай, давай я тебя теперь обратно переведу, потому что под машину, блядь. Вот, ладно, возвращаемся. FBI нам предложил на соотецком темку про то, как некий Сунил Сандху, я не знаю, кто это, какой-то иранец, может быть, индус, только более вылезанный индус, написал небольшую тудушку на реакте и на вьюхе, и решил сравнить вообще, как оно само. Я знаю, что мы уже рассматривали подобные темы в нашем подкасте, но вот этот холивар, реакт против фью, он никогда не устареет. Вы же понимаете, это как Бузова против Лободы. То есть, ну, это действительно важный знак. Мощно, это супер мощно, я бы сказал, это война бесконечности. Вот, да, Бузова в перчатке, а Лобода тает на квадратики такие просто, с губ начиная. У него губы тают сначала так в бок в сторону, потом она сама ушла. Неплохо, неплохо. Сунил Сандху нам говорит о том, что вообще, говорит, я вьюшный пацан. И мне, в принципе, я понимаю, как оно работает, я разобрался, и, в общем, да, я готов, так сказать, этим зарабатывать деньги. Ну, говорит, вообще мне просто, ну, хотелось знать, он, кстати, метафорами говорит, а какая же трава за забором? Ну, это означает, типа, просто узнать, а что же там, еще что-то. И он хотел узнать о том, как вообще в реакте дела обстоят. То есть, ну, чем различаются эти два фреймворка, чем они похожи. И, ну, нету никакого способа лучше, кроме как просто какое-то стандартное маленькое приложение написать, понять для себя, ну, там уже выбрать на будущее, куда развиваться. Он говорит, я, говорит, читал документацию, простите, смотрел туториалы. И в результате просто написал маленькое приложение, ту дужку в данном случае, и понял, все лучше, чем все документации. Ну, на самом деле, это я уже переврал. Он просто сказал, что я читал документацию, чтобы хотя бы смочь написать ту дужку. Я, говорит, не нашел именно видосов, где прям сравнивают вот так, как я бы, говорит, хотел. А я хотел бы вот прям просто для обывателей. Не то, что там миллисекунды, бенчмарки, вот это все. Это, говорит, мне насрать. А как вот разработчику, просто как человеку, который будет с этим работать, вот какие же могут быть там различия, сходства и так далее. Vue.js против React. И, ну, говорит, я использовал стандартные сети, билдинговые тулзы, то есть Create React App для React и Vue CLI для Vue. Кстати, Vue CLI 3.0 вышло. Я уже бету тестил. Вот, вышло 3.0. Я, опять же, обещаю завтра на канале об этом запостить, нашим телеграмовском. t.me.webdesign. Кстати, прошлое обещание запостить там про Гутенберг хреньку я выполнил. И даже были какие-то переходы. Я сейчас уже не вспомню, но были. Ну, то есть, в смысле, не вспомню точное количество, там какие-то миллиарды, как обычно. Он показывает здесь сначала скриншоты приложений. Они не так важны, на самом деле. Просто одинаковая хрень с разным логотипом. Тудушки с плюсиками, минусиками. Как вы себе тудушку представляете, ровно так это и есть. Ну, здесь простенько, здесь без списков, без дат, без нихрена. Просто список, в который можно добавлять какую-то хреновину. Все знают, что классика для того, чтобы понимать фреймворк, какой-то там новый язык, это написать тудушку. То есть, ну, тудушка всегда считается чем-то таким репрезентативным, потому что здесь не просто там какое-то одно данное, а массив, как минимум. То есть, список, куда ты добавляешь, собственно, сами тудушки. Он показывает нам структуру приложения, то есть, во вьюшке. Ну, опять же, это с учетом вот React, как там, Create React App, да, как генератор-то называется. Я-то просто в React и даже документацию не читал. Ну, то есть, я много примеров видел как раз сравнительных, но вот так, чтобы на память помнить, не помню. И в UCLI, вот, есть папка public, в котором, собственно, уже билд конечный. Есть SRC, в котором непосредственно там компоненты и прочие там логотипы в PNG форматах там или в чем-то еще. Ну, и там в корне лежит конфиг для бабеля, package.json и прочее хренове. После этого он говорит, ну, хочется сказать, что в Vue CSS оно прям в компоненте хранится. То есть, ну, кто знает, кто на слух там воспринимает, сначала у нас идет темплейт компонента, потом скрипты, потом CSS. Ну, можно в другом порядке, но традиционно стилизация идет сам внизу, потому что она как бы наименее важна. Ну, да, во Vue.js ее принято в компонентах, просто писать и все. Ну, это удобно. Там особенно можно использовать атрибут scoped, который, на самом деле, отвечает за то, что этот CSS будет только в рамках, только на тех страницах, где есть этот компонент, рендериться. Ну, это удобно. То есть, можно использовать одни и те же классы в разных компонентах, не бояться, что они просто пересекутся. Хотя, на самом деле, это bad practice. Я бы так не делал. Я бы делал все-таки такие классы по методологиям, типа, там, bmsmax, чтобы само название класса уже говорило, что это за компонент, нахрена он там нужен и так далее. Но это, опять же, просто к вопросу о том, как хранить сие, так сказать, сие-сурсы. Ну да, как я уже сказал, структура компонента у Vue, это будет сначала template, потом script, потом style, который, соответственно, относится к этому template, то есть, к шаблону в React. Это все идет в JS-файлы, так называемый JSX, когда ты просто импортируешь React, импортируешь CSS-ку непосредственно файлом, то есть, там, to-do-item.css, и после этого уже объявляешь сам компонент через, там, typescript class, extends component, ну и функцию render делаешь, то есть, как всегда, после этого export default to-do-item, ну, собственно, свой класс. Вот, здесь это субъективщина, на самом деле, как удобнее, то есть, конкретно в React это все занимает меньше строк, сам компонент, ну, просто потому что CSS отдельно. Но во Vue оно как-то очень прозрачно, то есть, HTML, JS, CSS просто по порядку, блоками отделено, и это, наверное, уже просто зависит от того, кто к чему привык. Кстати, он здесь в WebStorm'е показывает скрины, то есть, в JetBrains'овских IDE. Это я одобряю, это я прям тоже люблю. Следующий самый важный момент, наверное, как мы меняем данные, мутируем, так сказать, ее. Во Vue.js у каждого компонента есть объект data, а у React есть компонент, ну, объект state, то есть, состояние у каждого компонента. И выглядит оно, в общем-то, примерно одинаково. Это обычный JSON-объект, так сказать, ну, JavaScript-объект. Но если учесть, что во Vue мы можем просто его мутировать, типа, там, this.name равно John, и оно действительно переименовывается, то в React мы не можем просто сделать this.state.name, потому что в React данные, они не изменяются напрямую из компонентов. Мы должны использовать сеттер типа this.setState.name.John. Это сделано для того, ну, то есть, это сделано из-за того, что по-разному биндинги реализованы в React и во Vue. Во Vue есть двусторонний биндинг, то есть, мы меняем его в одном месте, а он меняется и на фронт-энде, то есть, если мы изменили в объекте data какой-нибудь массив, в котором было 4 элемента, стало 5, мы его изменили программируемо, то есть, там, по нажатию кнопки и так далее, то во Vue автоматически перерендерится этот список, если будет что-то добавлено, то появится новый элемент, если удалено, то удалится старый. В React это нужно писать отдельно, через setState, через hooky, вот. Поэтому, ну, опять же, кто как привык, но лично мне не так это удобно, то есть, ну, допустим, как мы создаем новые элементы? Пишем функцию createNewToDoItem, передаем туда стрелочную функцию this setState, ну, и, соответственно, там, callback какой-то, что был у нас список, есть там элемент toDo, и мы его добавляем в список. Все, конец истории. После этого мы вешаем бинзинг какой у инпута, что value это this state to do, и onChange события, если меняется этот input, то мы меняем, соответственно, в setState и такая хрень. Это долго, это нужно писать прямо собственные, так скажем, ивенты, во view это делается сильно проще, то есть мы просто пишем функцию createNewToDoItem, пушим в список какой-то там элемент, который нам нужен, и вешаем vmodel toDo. То есть это как раз и есть тот самый двусторонний бинзинг. Мы просто говорим, вот этот input соответствует вот такому-то полю в объекте data. Все. Где бы мы ни сменили, оно сменится с другой стороны. Если мы меняем в инпуте текст, он меняется в объекте data. Если мы его меняем в объекте data через вызов какой-то функции, через программирование, то в инпуте этот текст тоже меняется, соответственно. Это очень удобно. Двусторонний бинзинг – это классно. И я бы на самом деле выслушал даже в комментариях, чем плохо двусторонний бинзинг. Ну, кроме того, что мы там не можем закэшировать какое-то данное и изменить его только тогда, когда мы хотим. То есть это просто затратно для браузера каждый раз менять что-то. Если вдруг мы там в цикле что-то меняем и так далее, то все мы придется рендерить это каждый раз. Но вот мне интересны какие-то конкретные примеры, где там люди сталкивались с тем, что тут вот жопа. Мне интересно, как с жопами люди сталкиваются в повседневной жизни, поэтому почему бы и не спросить об этом в подкасте. Как удалить из списка? Мы просто описываем функцию, deleteItem, в setState и, соответственно, фильтруем такой элемент, что если вот этот нам встретился, то все. Убрать его из массива. И в React мы вешаем какой-то вот такой атрибут deleteItem, то есть как проб мы его передаем, как свойство, как property в to-do-itemный компонент. DeleteItem и там внизу this deleteItem bind this key. Короче говоря, страшную хрену ее напишем. После этого еще мы делаем у другого момента, ну, кнопочки, которые удалить, то есть, ну, кнопочки минусик в to-do-приложении, мы onClick делаем, чтобы она функцию deleteItem. То есть мы делаем, чтобы она у пропа deleteItem вызвала, так сказать, ту самую функцию. Короче, жуть страшная. Во вьюшке это делается намного проще. Мы просто делаем собака клик, и он уже знает, что это значит повесить на событие клик функцию deleteItem, которую мы уже сделали. А deleteItem это функция, которая вызывает кастомный ивент. Во вью можно делать кастомные ивенты через, опять же, ту же самую собаку. Собака delete, и на нее функция onDeleteItem. И эти кастомные ивенты вызывают с помощью метода emit. То есть вы выполните их, хрен знает, как по-русски более корректно это перевести. Почему-то я не подготовился и не посмотрел. Ну, допустим, будет выполнить. Вот, мы можем просто кастомные ивенты выполнять, и, соответственно, чтобы передать значение в компонент, мы используем что во вью, что в реакте пропсы. То есть мы их передаем, спускаем, так сказать, вниз. А чтобы из компонентов повлиять на родительскую хреновину, во вью мы действуем через кастомные ивенты, а в реакте мы создаем, кроме базовых каких-то ивентов, еще другие функции, которые биндят. В общем, страшная хренотень. Хотя, в общем-то, типа то же самое, но почему-то мне это не кажется абсолютно интуитивным, и это странно. Это странно. Вот. Ну, здесь то же самое пишется, что вот, допустим, мы хотим, чтобы какая-то функция выполнялась по нажатию Enter в инпуте. В реакте нужно отправить классическое джаваскриптовое событие OnKeyPress, то есть по нажатию клавиши, и внутри него проверять, какая клавиша нажата. Если это Enter, то вызвать функцию. То есть мы вызываем из функции функцию. Во Vue.js есть всякие стандартные вещи, типа OnKeyUp.Enter, то есть по нажатию Enter. Все, отправили одну функцию, все уже автоматически работает. По-моему, гениально. То есть это просто, ну, в Vue чуть позже появился реакт, и, видимо, они действительно учли, так сказать, ошибки своих конкурентов, и вот сделали уже по уму, потому что, ну, блин, я даже не знаю, почему это не было очевидно, так сказать, изначально. Ну, по поводу пропсов тоже тут как передаются, одинаково передаются. Просто пишем, и все. Что это у тебя за звук такой? У меня кто-то тормозит, видимо, на улице. Охренеть. Такое, знаешь, ощущение, что ты по горлышку стакана вот так проводишь. Вот так вот жить около дороги, так сказать. С открытыми-то окнами, да? Да, да. Ну, здесь опять же, как передавать информацию в родительский компонент? Я уже сказал, что просто через emit, через кастомные ивенты. Ну, на самом деле, что там, что там. Что то, что это. Да, то есть, но в реакте ты это из дочернего делаешь, что если пропс какой-то изменился, то то-то, то-то вызвать. А во вьюшке наоборот. Из родительского смотришь, ну, делаешь ему какой-то ивент, и в детском, в дочернем, в детском, все. В дочернем имитишь этот ивент, и все. Вот так он тут говорит. И есть, кстати, уже корейский, португальский перевод этой статьи у него. Есть ссылки на гитхаб с его приложениями, можно все посмотреть. Короче говоря, я очень сильно жду какого-то вашего фидбэка. Я даже хочу поставить ему хлопочки. Да, я прям... Нормально. Я, кстати, сейчас... Я напоминаю, раньше не знал, что можно просто нажать и долго держать, чтобы хлопочки накапливались. Я 50 раз реально просто кликал. Бедный мой трекпад. Представляешь, да? Представляешь, что ты как накачал пальцы из этого? У меня пальцы вообще всегда накачаны. Окей, хорошо. Что, идем дальше? Я даже не знаю, нужны какие-то комментарии здесь или нет. Здесь, мне кажется, без комментариев. Мне просто хочется людей послушать, которые супер топят за реакт, чтобы они тебя побеждали в комментариях. Вот именно дрались с тобой в щитах, в шлемах. Ну, слушай, это же вкусочина. Они просто скажут, только так, 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 надо. Просто это классно, и все. И хоть ты... Хоть ты, как говорит моя бабушка, хоть говори, хоть на серии. Да, да. И это тоже... Я тоже периодически так вспоминаю это выражение, потому что оно забавное. Так вот, короче, фронтендер прокомментировал. Фронтендер не унимается. Очень... Я супер рад, что у нас есть чуваки, такие как, например, Нерон Инсомниус, Вадимом Погнали, Авдеев, фронтендер и другие чуваки, кого я, может быть, не назвал, но тем не менее, кто постоянно вот из раза в раз оставляет какие-то новые темы у нас на сайте eobesign.ru в сайт-баре можно оставлять темы к следующему подкасту. Так вот, кто просто вот каждый раз не забывает классную тему приложить, особенно, которую вот прям реально нормальную темку, которую мы возьмем в подкаст, прям вот супер молодцы, прям вот не унимаются. И фронтендер, опять же, не унимаясь. Раз ты сказал про Нерона Инсомниус, он как раз на Эликс ко мне приходил в последний раз. Вот, вот, молодцы, молодцы. Короче, как выбрать правильный виртуальный сервер? Написано здесь по скриптам вот тебе бабушка и смартэй, пишет фронтендер. Здесь действительно на хабре чувак запарился, супер запарился и взял на тест, ну точнее даже не на тест, а круче. Он именно купил полный функционал хостингов нескольких и потестил их, погонял на своих там определенных, короче, замерах производительности, так сказать. То есть там типа нагружал по-разному, разными, короче, расчетами, проц нагружал, дисковую систему нагружал, то есть вот как раз он именно SSD-шники выбрал, потому что он говорил, SSD-шники это типа круть, а вообще все, кто пользуется на хостингах типа винчестерами обычными, лохи тупые, условно. И типа два ядра, два процессора, два этапроцессора, точнее, два гигабайта оперативки и 40 гигабайт SSD-шник. Взял он такие мини-сервачки, скажем так. И, короче, все это было на Винге, сервер 2012 R2, D2 практически, тестилось. Вот, значит, выбрал всякие... Я считаю, что нам нет смысла смотреть, во-первых, конкурентов нашего смарт-тейпа. Ну, то есть мы можем посмотреть вывод, кто там круче, кто не круче, но конкретно разбирать каждый провайдер, кроме смарт-тейпа, опять же, я думаю, не имеет смысла. Тем более никто... Вот я не знаю, например, onegb.ru, onegb.ru, не знаю, что это такое. Вот. И как бы смысл вчитываться, чего у них плохо, а чего у них хорошо, нет. Поэтому посмотрим конкретно про смарт-тейп, тем более, что вы знаете, что ewebizign.ru slash smart-тейп нас супер поддерживает, а именно реферальная ссылка на смарт-тейп. Но сейчас мы узнаем, надо ли вам вообще туда или нет, так сказать. Я вперед скажу, в любом случае надо. Потому что 2 гига, 2 ядра и 40 гигабайт SSD-шника, это, конечно, такая конфигурация. Но на смарт-тейпе можно разные взять. Можно даже свой сервак к ним притащить и за аренду заплатить просто за электричку, чтобы за твоим сервером слетили. Можно безлимитный хостинг у них оплатить, в котором более 100 сайтов можно хранить и просто там всех своих клиентов туда перевезти, чтобы, так сказать, все яйца в одной корзине хранить. Поэтому вы подумайте. ewebizign.ru slash smart-тейп, там классно. Еще я хочу сказать, что он в своих исследованиях постоянно обращался на сервак, чтобы понимать, опять же, аптайм и так далее. Тут будет про аптайм. И что вот он пишет, именно поэтому тестировались не просто показатели произведенности, а в момент времени одного замера, а последние два месяца каждые 15 минут. Вот. Говорит, пожалуй, один из немногих обзоров, которые созданы на базе таких данных, а не тестовые услуги, работающие несколько дней. Ну и вот, короче, опять же, все, что он делает, замеряет скорость сети, стабильность каналов связи, доступность сервера по сети и так далее. И перейдем сразу к смарт-тейпу. Перейдем к смарт-тейпу. Сейчас я проскроллю до него. Тут достаточно дохрена перед ним. Разных хостингов. Смарт-тейп. Ты доскроллил? Тысяча шестьсот восемьдесят пять рублей в месяц. Взято у него доскрулил. Да-да-да. Дата-центр Дата-Про. Сервер был создан автоматически после оплаты за семь минут. То есть, что уже круто. Но при этом выбранная операционная система Windows 2012 не была активирована. На просьбу исправить это в технической поддержке ответили, что нужно ждать следующего дня и почему-то этот вопрос к финн-отделу, а не к ним. Но, видимо, лицензия не подгрузилась стопудово. То есть, там надо было его докупить отдельно. Имеется в виду, да-да. Он, видимо, купил чистейший. Он хотел перевестись на нас с Windows. И ему надо было бабло, видимо, ждать. Ну, финн-отдел бы ему там что-нибудь перерасчитал, видимо. Активировали в итоге только на 15-20 на следующий день. Поддержка по телефону в вечернее время не работает в принципе. Только заявки на сайте. Между прочим, заявки на сайте тоже супер быстро обновлены. Я просто уже комментарий от себя. Они, да, действительно, через админку все саппорты, какие-то тикеты, они, да, они очень быстро работают. А по поводу телефона, ну, камон. А как ты будешь по телефону объяснять? У вас спрашивают, а какой вы конфиг используете? Ну, вот, сервер, открытая кудрявая скобка, локейшн, обратный слэш, не, не прямой, не прямой, обратный. Обратный это какой? Ну, обратный это, короче, вот слева направо, там, вот, ну, открытая скобка, ну, камон. Ну, да, согласен, это немного туповато. Что еще? Сама система выбора услуги довольно странна. Существует набор готовых конфигураций, которые есть как на HDD, так и на SSD. Однако, если вам нужны индивидуальные параметры сервера, то в разделе облачный COD, COD, выбрать SSD уже невозможно. это, я уверен, он просто не разобрался. Можно было, опять же, позвонить по телефону вне вечернее время и попросить себя сконфигурировать. Да и просто написать, опять же, сервис идентичен по своей сути First VDS и iHore, красивая страница сайта для продажи услуги и страшный личный кабинет купленного биллинга от Bill Manager. Ты помнишь, какой там страшный личный кабинет? Слушай, я в него захожу много раз в месяц. Во-первых, я его не считаю страшным, его недавно обновили до последней версии. Во-вторых, я к нему привык, как тот лирический герой из истории про виде дизайны. И я бы очень не хотел, чтобы они что-то меняли. Я уже полностью знаю, как им пользоваться, и у меня решение любой моей задачи уходит там не меньше, не больше одной минуты, поэтому ничего по холоду. Да и не меньше. Какая фактическая модель процессоров используется на физическом оборудовании в поддержке? Ответить отказались. Видимо, закрытая информация. Но система определяет 2,2 ГГц. Производительность этих ядер очень низкая и нестабильная. Показывает график, собственно, как ядра. Операции тестовых вычислений за одну минуту они иногда реально скачут вниз. Вот. Но это окей. Это окей, потому что я посмотрел у остальных графики тоже у всех там скачет за свидос. Среднее значение за весь период при работе двух ядер 333 вычислительных циклов. Средняя тактовая частота 1 на 1 вычислительный цикл 2,2 ГГц дробь 286. Короче, 7,7 МГц. Скорость диска? Допустим, какие-то цифры ни о чем не знающие. Пока попугай, пока просто попугай, да. Скорость диска хватит для большинства задач, но смущает постоянное изменение показателей в разы. Хватит, напоминаю. Средняя скорость чтения 1718 Мбит в секунду. Хватит вообще. Средняя скорость записи 239 Мбит. Вот как бы не саташные... А, мегабайт, простите. Да, да, мегабайт. Не саташные скорости. То есть какие-то там PCI-экспрессные SSD-шки как будто бы, ну или там суперрейт-массивы опять же и так далее. То есть скорость на самом деле крайне достойная. Да, да. Сервис устанавливает ограничения на пропускную способность ближе к 200 Мбитам в секунду. Тест практически все время показывает близкий к этому значению. Зачастую проседает до 50 Мбит в секунду. Практически все я показываю, но зачастую проседает. В принципе на графике видно, что проседает. Причем зачастую реально. Вот. Не знаю, насколько это критично, опять же. То есть он не пишет о критичности. Средняя скорость загрузки 146 Мбит в секунду, средняя скорость выгрузки 174 Мбит в секунду. И аптайм. Тут важно, что аптайм 99.6 в ходе теста сервер был несколько раз полностью недоступен. Реально, вот он 26.11 секунд, 28.4 часа 46 минут был, видимо, недоступен. 29.4 июня 48 минут был недоступен. Ну и остальные дни там по секундам уже он был недоступен. Но аптайм 99.6 и из-за этого, если мы промотаем вниз, опять же, вот если ты промотаешь вниз уже к выводам, то, к сожалению, смарт-тейп вот именно из-за аптайма у него почему-то у этого чувака, ну не почему-то, а он считает, что по аптайму надо оценивать плохость вообще хостингов. И, к сожалению, из-за этого смарт-тейп у него попадает в плохие реально хостинги. Потому что, типа, аптайм у него... Я сейчас вот смотрю, например, конкурентов тайм-веб. Скорость записи 69 мегабайт в секунду это просто, блядь, ноль. Скорость загрузки 17 мегабит в секунду интернет-соединения против, соответственно, 150 там. Конечно, там зачастую проседает, но проседает не до 17, а у тайм-веба держится на 17. То есть это вообще жесть какая-то. Я... Ну вот. Я не понимаю. Ну, то есть аптайм. Я понимаю, конечно, да. Ну, видимо, вот он на аптайм напирает. Но вообще, надо было ему не такие графики составлять. То есть я все понимаю, конечно. График самого с собой никогда не считается. Я напоминаю, графики надо рассматривать в одних и тех же условиях между разными хостингами, как бы. Вот если бы он нам представил общий график для всех, а не просто там это плохо, потому что у этого то. А, ты ему просто представление данных корявое, нам приходится скроллить и сюда как сумасшедшим, что-то понимать. Причем здесь вообще разные замеры в разных этих. Че, я смотрю, здесь разные графики какие-то. И, короче, хочется... Где-то он пинги делает, потому что в других городах он там добавляет. Чувак, если ты делаешь уже суперглубокую аналитику, причем два месяца измеряешь какие-то данные, ты хотя бы измерь их вместе, друг с другом сопоставь, возьмите одну табличку. И тогда будет понятно в один график. Я надеялся, что он в выводе это напишет хотя бы. Но в выводе написано, знаешь, что? В выводе написано вам самим бла-бла-бла. Вот я сейчас хочу зачитать, как это написано. Обзор создан беспристрастно и не ставит цель у кого-то вызвысить, а наоборот посрамить. Однако же при этом совершенно не претендует на высшую истину, так как с размещением где-то могло просто повезти, а где-то не повезти. В парке оборудования любого крупного провайдера есть всегда пул, старья и что-то купленное относительно недавно. Так ты покажи, кто выше, кто ниже, кто круче. Ну то есть, короче, очень странно. Именно вот что конкретно, анализа данных супер странная. Статья конкретно, поэтому, ну, хрен знает. Я просто сейчас хочу смотреть номинации. Самый дешевый с Windows. Не актуальный бред, насрать. Самое быстрое создание сервера. Вот где графики, в которых он это указывает. Или это то, что он пишет, что где-то за 5 минут, а где-то за 7 минут. Да, это я пишу. Две минуты, это ты даже кофе попить не успеешь. Это наплевать. Самое новое оборудование. Блин, ну чувак, вот, ну окей, ладно. Просто в Smart Ape не указано, какой процессор. То есть, вдруг там 2018 года Xeon'ы завезли, там, у них, я напомню, несколько этих дата-центров. И я просто, ну считаю, что ну окей, окей, я смотрю, лучше пинг до популярных узлов. А он почему-то Smart Ape вообще не пинговал ни докуда. Ну вот я и говорю, то есть некоторые вообще от графики просто неучтены. Ну типа окей. А хотя нет, вижу пинг, я вижу пинг. Откуда же он пинговал-то? Непонятно откуда. Из дома, что ли, своего? Ну так, ну надеяться на то, что все, ну как бы, что у него дома стабильны. То есть, вдруг он пинговал Smart Ape ночью, там, а что-то другое, днем. Ну какие-то такие, ну ладно. Хотя опять же, пинг до 7 миллисекунд, это и не сильно много. То есть, ну, смотрю. Самая высокая скорость интернет-соединения, ну да, с этим есть проблема у Smart Ape. Это единственное, что я готов признать. Просто реально у Smart Ape есть проблемы со скоростью интернет-соединения. Вот. Но это оговорено у них на сайте, и у них ценник совсем не самый большой. То есть, вот да. Самый надежный сервер, ну, ну, вопросы к техподдержке. Не знаю, почему они там были недоступны. У нас все на Smart Ape, пока никто не жаловался. Особенно, если Никита помнишь, у них был какой-то пожар, то ли в 2012, то ли в 2013. Ой, это было так давно, и да, это было супер досвидос. 15-й какой-то, 15-й сервак у них сгорел. Вот, вот это, вот это были проблемы с Uptime. А во всех остальных случаях, вот, ни один клиент, никто даже не позвонил. Наименьше оверселлинг. Отношение заявленных гигагерц к количеству операций. А, то есть, то, что он именно замерял. Короче, он балдеет от vps.house, я вижу. И вот он Smart Ape обвиняет в максимальном оверселлинге и в самом нестабильном сервере. Вот так вот. самых надежных, кстати, fozzi.com, он обвиняет в том, что у них самый дорогой сервис лицензии Windows, самое долгое создание этого сервера. Видимо, за счет этого и надежно, за счет того, что долго создали. Долго, да. да. Вот. Я не знаю, как это все прокомментировать. То есть, на мой взгляд, самая критичная из всего этого это скорость записи на диске. И единственный, кто там превзошел Smart Ape, это то ли Infobox, то ли кто-то, сейчас я посмотрю, самый быстрый, нет, First VDS. Ну-ка, сейчас посмотрим, какие First VDS скорости, чтобы понимать вообще. На мой взгляд, это самое критичное. И нужно брать именно соотношение. Но, опять же, вот ты прав. Нужны графики рядом друг с другом. Иначе, ну вот это вот скроллировать туда-сюда меня укачает сейчас тут. Я просто скажу вам всем, что Smart Ape это самое лучшее, что есть. И все. И так, так, так и закончим. Ищу, ищу VPS Ville. Нету. Где он? Твою мать. Он еще в разном порядке все пишет. VPS Ville. Как его... А, это вот, это у него самая последняя. Скорость дисковой системы. Угу. Да, но она... Скорость чтения у них 300, у Smart Ape 1400. В чем самое быстрое? В том, что запись 200, но запись у Smart Ape 150, насколько я помню. То есть, скорость записи на 50 мегабайт больше, скорость чтения на 1000 меньше. Но почему-то он победитель в этой номинации. Угу. Это странно. Это реально странно. Ну, как бы... Вы все сами видите вместе со мной на графиках, которые друг с другом не сведены. И средняя скорость чтения 313, средняя скорость записи 199. Это VPS Ville. Смотрю еще раз Smart Ape, средняя скорость чтения 1700, записи 239. У ВПС Хаоса и то больше скорость записи, чем у ВПС Ville, но при этом... Ну, ладно. В общем, оставим это все... А, вот я вижу еще First VDS какой-то есть у него со скоростным диском. Сейчас последнее, что я посмотрю, еще... как-то я... Я на самом деле не сам... До того, как ты вот не рассказал, я не читал эту статью, поэтому... Для меня она сейчас была в новиночку, поэтому я в нее так вгрызся. А, ну да, First VDS скорость записи 500. Это, конечно, да. Но после интернет-теста, который показал хаотичные значения, там больше 90 мегабит в секунду скорости не было. толку от того, что ты быстро пишешь на диск, если у тебя маленькая скорость доступа к твоим VPS, то есть ты банально не можешь так быстро загружать, как ты быстро можешь писать на диск. Ну, понятно, что не всегда же это upload, download, это зачастую просто операции, которые на диске на самом происходят, без участия, так сказать, клиентов и так далее, но да, в общем, я бы не сказал, что смарт-тейп провалился там по всем параметрам, я бы просто сказал, что метрики немного странные, то есть, ну, некоторые, понятно, так сказать, репрезентативны, там, по поводу процессоров и так далее, там, операций в секунду, это да, это и опсы, они всегда были важнее, чем просто там частота мегагерц, но некоторые вот тут штуки, они, конечно, да, в PS House у него прям балдежное такое отношение, ладно, короче говоря, это, я, я немножечко в замешательстве, хотя, наверное, прикольно, Алексей, может быть, это этот, чувак, который в фронт-энд юности, он же Хлебаев или как-то так у него же, ну, нет, тут написано Москва, тот из Питера, поэтому, видимо, не он, хотя, он мог подмениться специально, ладно, что-то сильно мы залипли на этом, ну, просто с uvdesign.ru slash smart tape, это самое лучшее соотношение по цене и тем параметрам, которые реально важны для работы, а не просто там пинг 2 миллисекунды, а не 7, ну, окей, 2, а толку-то, ладно. Следующая тема у нас по поводу гениальности ретро видеоигровых шрифтов. На самом деле, странная тема, то есть, я ее уже включил в подкаст, но как сказать? Ну. Собственно, я скажу, как есть. Тоши Омагари, видимо, японец, это чувак, который играет в аркадные игры для того, чтобы посмотреть на шрифты и как-то эти шрифты попытаться оттуда вытащить, проанализировать и использовать этот опыт для того, чтобы коллекцию он, по-моему, какую-то создает. Статью написала Анна Куито, то есть, она кварцевый, так сказать, журналист. И вот она говорит о том, что этот Омагари, он был на конференции Type of Graphics в июне, и он рассказывал о том, что много вот очень крутых шрифтов в старых видеоиграх, на которые мы не обращали внимания, а меж тем они важные. Вот он рассказывает, первый шрифт, например, Sprint 2, и это типа гильветика ретро-видеоигр, то есть, он много где используется, и вот если мы посмотрим на вот этот вот скриншот, Sprint 2, Atari 1976 год, смотри, тут весь алфавит и циферки, реально, вот эти цифры мы видели везде, мне кажется, в любых практически играх на Nintendo Entertainment System были именно эти буквы и шрифты, мне они прям вот видятся похожими на то, как в Костылеване я коды какие-то вводил, на то, чтобы сразу начать с супер кунтом, огненным и так далее, вот именно в подобных буквах, цифрах были, мне кажется, там какие-то утиные истории, в которых тоже мы вводили High Scores, если набрать... Да, везде, это же просто какие-то, знаешь, пикселярный шрифт какой-то, обычный, дефолтный. Тем не менее, у него есть название Sprint 2 и я думаю, тот чувак, который его создал, он бы сейчас оскорбился от того, что это дефолтный. Это, кстати, моноширинные шрифты, то есть они были все в квадратах 8 на 8 пикселей нарисованы. Вот, пиксели, мне кажется, не совсем ровные были, хотя, я сейчас посмотрю, мне кажется, они были не сильно квадратные, хотя нет, 4 на 4, да, я смотрю, действительно, ну, в смысле, 4 плюс, 4, то есть, да, 8, я приблизившись к какие-то эти, вот 8 на 8 квадраты и там такое создавалось. Потом, кроме того, что всего лишь 8 на 8, так сказать, каких-то вот моментов, а в таких играх, как Street Fighter, например, умудрялись создавать тени, обводки какие-то, это, ну, как бы не у этого же шрифта с Sprint 2, а у другого, то есть, там, в Street Fighter был другой шрифт совсем, вот, но он тоже был моноширинный, вообще, все тогда было моноширинное в силу просто специфики рендеринга, так сказать, на экранах, и там, да, там даже вот с учетом, так сказать, небольшого пространства умудрялись сделать какие-то тени, обводки, и, ну, он говорит о том, что, блин, вот типографика тех лет, на самом деле, с учетом вот таких ограничений, все равно получалось чуть-чуть по-разному, получалось классно, и это прям стоит внимания, он здесь показывает шрифт Симпсонов, не знаю даже, как-то он отдельно называется или нет, но практически каллиграфические буквы, то есть, но обрати внимание, сейчас я опять попробую приблизить, да, тоже 8 на 8, а тут прям, как будто бы прям вручную нарисованные буковки, как будто там ребеночек какой-то карандашом нарисовал, но они такие косые, покосившиеся, но действительно прикольные, то есть, ну, просто такая ваняти тема для того, чтобы посмотреть, как бы, он здесь пишет, что есть шрифт в так, Джалеку, это что, компания? да, компания Джалеку, игра Skyfox, и вот такой там у нее был шрифт, какие-то, мне, если честно, напоминают призраков, то есть, вот, какие-то кляксы непонятные, понятно, что еще кое-что напоминает, но вот призраки. Ну, блин, прикольно, все равно, то есть, вырисовывали даже в пиксельном дерьме, делали как бы прописные такие буквы. Ну, то есть, это получается пиксель-арт, как есть. Ну, это реально, То есть, именно пиксельное искусство. В квадратах 8 на 8 умудрялись какие-то еще, ну, знаешь, вот этот тип шрифтов, который вензельной такой, расписной, он скрипт называется. Вот скрипт шрифты умудрялись делать в 8 на 8, и мне кажется, вот те люди, которые, да, да, которые сейчас говорят, что там сделать шрифт, это там суперсложно, там это, да вы зажрались. Вот представьте, как люди там пахтели, старались в 8 на 8 уместить. Понятно, что, возможно, это наоборот проще даже. То есть, ну, ты просто можешь элементарно математически высчитать, просто где у тебя там должны быть какие закорючки, потому что, ну, там не так много вариантов для того, чтобы эти закорючки сделать. Но вот этот вот последний, который именно вырисовывать надо, там же еще оттенки есть. То есть, там же сложность, а не в том, что ты одним цветом это сделал, а в том, что ты еще там тени, полутени какие-то там сделал, и обводочки, что-то еще, и оно прям вот, типа, объемно выглядит. Понятно, что пример не самый удачный, потому что, ну, если прищурить глаза, то буквы уже просто не различаются, какая-то стена получается, особенно когда они рядом находятся, особенно снизу сверху, когда они рядом находятся, без строчки пробела, то, конечно, какая-то каша получается. То есть, ну, здесь автор же статьи, авторка, говорит о том, что надо бы по одному пикселю оставлять пространство вокруг букв, ну, то есть, получается, 7 на 7 использовать, только внутреннюю, потому что иначе сливается все либо по вертикали, либо по горизонтали. Не могу не согласиться, здесь реально сливается. Вот. Но, предлагаю тему закончить. Просто, ну, никто, мне кажется, даже особо и не рассматривал вот эту часть ретро-гейминга, шрифты в ретро-играх. Все это, так сказать, ну, настолько само собой разумеется, что я решил, что, ну, почему бы такую темку не посмотреть. Я ее сам где-то увидел в какой-то из рассылок. Вот. Ее нам никто не предлагал. Окей, прикольная тема, согласен. Реально, вот такие темы, типа, про шрифты в играх, это прям чувак, вот, просто заинтересовался и начал, типа, исследовать. Это прикольно. Следующая тема про цвета. Interstate82 нам прокомментировал, опять же, на сайте youbdesign.ru, где и вы можете прокомментировать. И зарегаться, и каждый раз комментировать, каждому подкасту. Говорит, парни из Бруклина хотят переиздать занятную книжку 1901 года о теориях цвета, написанные эмансифированные барышни и приводят некоторые страницы. Заходим, заходим на темку. This is this is colossal.com и, короче, здесь реально чуваки решают издать, решают. Решили издать книжку Эмили Нойс Вандерпол, наверное, так читается, я думаю, с 1842 по 1939, видимо, года жизни, которая написала реально классную книжку про проблемы цвета. Практически мануал для студентов Lay Student of Color. Короче говоря, здесь в чем самое главное мулька этой книжки, именно мулька я буду использовать, я не знаю, возможно, это тоже только челябинское слово мулька. Ставь класс, как говорится, если у тебя есть слово мулька в твоем городе используется. Так вот, короче, она здесь написала не просто про теорию цвета, знаешь, на пальцах, да, а именно, короче, она приводила примеры и исследовала разные предметы, где вот какие цвета используются, то есть, типа, короче, здесь дальше мы посмотрим, здесь есть некоторые реально страницы, которые будут изданы в этой книге, то есть, короче, например, брала какой-нибудь предмет, именно классный, культурный, например, какие-нибудь тарелочки японские, и какие в них вот цвета используются для росписи этих тарелочек, условно, да, короче, она составляла из них такой как бы гайдлайн, такой стайл гайд, я не знаю, сочетание этих цветов, короче, очень круто именно на опыте чего-то уже составлять вот такие вот прикольные стайл гайдики, и просто сочетание цветов, короче, интересная, интересная штука, тем более, что, допустим, эту книгу можно купить даже как, не знаю, подарок какому-нибудь дизайнеру, прикольная тема, но пока она, я так понимаю, не издана еще, я так и не понял, 400 страничная штука, где там всякие приведены, короче, примеры, там какие-то даже уроки, color lessons and guides, короче, в общем, классная тема, что еще хочется сказать, еще хочется сказать, что типа... Тест на цветочувствительность в военкомате. Возможно, Такие же приглушенные цвета, какие-то супер белесо-светлые. Да, надо упомянуть еще, что, короче, вот эта вот Emily Noyce Wonder Pole, она, к сожалению, в свое время тогда еще не могла напечататься под женским именем, то есть тогда она, типа, ну, могла только под... Видимо, под мужским она, я так и не понял, она вообще выпустилась или нет, только под мужским, короче, смогла выпуститься или хотя бы написать эту книгу только под мужским, потому что те времена, ну, сами понимаете, что, короче, тогда еще, типа, вообще никак, ну, как могла, типа, женщина написать? вот, в общем. А авторок тогда еще не было. Да, в общем, были супер грустные времена и это было сделано, скажем так, в дополн... ну, не в дополнении, а просто было, я так понимаю, какая-то своя, то ли книга, то ли... я забыл, где это было написано, что, типа, это было сделано New York Watercolor Club, так, она, типа, президент, Vice President of New York Water Club, an organization founded an organization founded is a response for the American Watercolor Society's policy, которая не поддерживала women as members. Короче, то есть, типа, она, в общем, как бы не в противопоставлении, а как бы, чтобы можно было, типа, напечататься, видимо, ей, она сама основала New York Watercolor Club, потому что American Watercolor Society's, вот это вот, короче, типа, не поддерживали еще тогда, ну, женские права, в общем, тогда еще не были, поэтому она, короче, не могла издаться никак, да. Так вот, короче, смотрим на сами по себе странички, и здесь реально, вот прикинь, вот первая, например, страничка, Plate XC, да, Color Analysis from Japanese Chloe Sonne VAS, короче, какая-то вазочка, японская вазочка, где здесь вот упоминаются, какие цвета по квадратикам, прикинь, да, вот как... Еще прикольно, что у нее, видишь, короче, квадратик с цветом, он весь такой в точечках, это ведь как-то заполнено, не знаю, чем она это делала, чем-то нарисованно. Да, мне кажется, просто старая печать так печатала. Может быть, да, это возможно, да, это, короче, напечатано именно, я не знаю, ну, не принтера, а что это, хрен знает, короче, да, именно точечки такие, это прикольно. Смотри дальше, короче, смотри дальше. Схема, типа, зимнего пейзажа, который был где-то между Балтимором и Вашингтоном. Здесь реально, короче, цвет там неба, цвет снега на солнце, цвет теней, короче, на снегу, в общем, очень классно передается реально. И можно, во-первых, почувствовать настроение, и можно, на самом деле, использовать, вот взять просто, короче, условно, вот даже тупо сайт у вас есть, такой какой-нибудь хипстерский. Вы берете, вот прям, именно, как стайл гайд, вот эти цвета, короче, и используете его у себя, там, для хейдера, для цветов, шрифтов, там, и так далее. Вот. И у вас получается реально настроение зимнего лэндскейпа между Балтимором и Вашингтоном. Идем дальше. Color note from a shadow on white ground. Ну, это просто такой, типа, опять же, кусочек какого-то настроения, тоже цветов, которые таким пятном передают нам и настроение, и как вот выглядела тень на белой земле, что-то такое, как я здесь, не очень понимаю. Что еще здесь? Опять же, на кружечке чайной и на соуснице. Saucer, это, наверное, соусница, все-таки, я хрен знает. Короче, вот тоже какие-то квадратики с цветами. Здесь еще вот прикольно, например, есть вата, wools assorted by a colorblind man. Типа, как чувак, который не видит цвета, сортирует вату по цветам. То есть, я напоминаю, что цвета, это на самом деле просто отражение цвета, по сути. Отражение света. Да, отражение света, по сути. Поэтому, соответственно, материал очень сильно влияет на отражение. И, например, вата, она по-своему отражает цвета. И вот здесь чувак вот так выстраивал, то есть, он reds, он на самом деле в reds типа записывал и зеленые тоже цвета. В yellows он уже зеленые, коричневые записывал. То есть, короче, он видел это вот так. Хрен знает. Но, тем не менее, он все равно отличал, например, синие у него сильно отличаются от зеленых. То есть, он понимал, что синие, это все-таки, ну, видно, что синие у него, да, а зеленые, это видно, что зеленые, короче. Например, в зеленых нет вообще синего. Вот если так смотреть. Изоурудный какой-то есть, самый правый. Он чуть-чуть снит. Но, в общем, да, конкретно синего нет. Да, то есть, как бы чувак, который даже не видел цвета, он все равно как-то отличал по материалу, хрен его знает. То есть, это прикольно. Вот. Ну, и здесь остальное. Вот, например, здесь есть, здесь есть, например, гармония by gradation. То есть, такие градации гармонии, которые, в принципе, соответствуют нашему подкасту. То есть, полностью показывают, так сказать, что мы в VR и на украинском. Вот, что еще? Ну, это я еще, когда эту тему готовил, опять же, я видел эту. Ты уже видел, да. Ну, вот такая прикольная, олдскульная будет книжечка про цвета, Color Problems, тем более, что она и выглядит очень так, знаешь, как блокнот, как будто это Малескин какой-то, да? В общем, классно, классная штука. Вот, в принципе, все. Можно идти дальше, к следующей теме. Хотел маленькую ремарку проскать. Watercolor переводится как аварет. Акварель, да. Кто не знал. Ну, так, просто. Это даже... Водные цвета. Водные, да. Следующая тема у нас про Google. Google экспериментирует с новым дизайном Serp, Search Engine. Короче, поисковая выдача на десктопных устройствах. Мы многократно здесь говорили про мобильную поисковую выдачу, в которой там AMP-шные страницы, показывают сайты только с AMP, до этого там были, показывали сайты только с HTTPS, HTTP перестали показываться. В общем, вот подобные вещи. Собственно, мы и десктопную выдачу тоже анализировали, когда там они на Material Guideline это перешли, и там в рамках, так сказать, бета-тестирования включали некоторым людям. Вот сейчас в рамках бета-тестирования на социальной платформе Reddit, как водится, используя браузер Google Chrome, на Chromebook у пользователя появились следующие визуальные новшества в десктопной версии. Как же ты Search Engine Results Page вспомнил, как SERP расшифровывается. Осталось только вспомнить, как MOLOT расшифровывается. Ладно. Это, да, это скоро вспомнится всем, так сказать. Заметно уменьшили логотип Google. Слушай, я вот смотрю на скриншоты, слушатели, просто представьте, более уменьшенный логотип Google. Не могу по скриншотам сказать, что прям реально меньше. То есть, может, там, на 2 пикселя, на 3. Хотя, может быть, я уже и забыл. Я даже не знаю. Google.ru я сейчас попробую взойти, ввести UwebDesign в поисковую строку. Вот. Нет, у меня все еще не обновилось ничего. То есть, у меня по-прежнему старая поисковая выдача. Вот, вернемся. Второе – это зафиксированный хедер страницы. Ну, то есть, ты скролишь вниз, а хедер наверху остается. То есть, position sticky, грубо говоря. Сначала он наверху. Как только ты начинаешь скроллить, он следует за тобой. И третье – закругленная форма строки поиска, а также некоторых других элементов страницы выдачи. Других элементов – это, видимо, блок справа, который типа там, ну, предпросмотр из Вики, вот все такое. Во-вторых, сами карточки Top Stories, они тоже закругленные чуть-чуть. Ну, да, сам input, он прям реально колбаска закруглен, там чуть ли не 15 пикселей border radius условный какой-то получился. Не знаю, сказать, хорошо это или нехорошо это. Ну, то есть, то, что хедер теперь, sticky – это прикольно. Ну, не надо проскраливать наверх, чтобы там реально ввести другой там поисковый запрос. Вот. А всякие закругления, уменьшенные логотипы – да насрать вообще. Главное, опять же, здесь как раз, как в той нашей первой теме, главное, чтобы этот редизайн не разрушил нам experience и не стало сложно гуглить. Вот. А во всех остальных случаях как бы и насрать. Хотели уменьшить логотип, типа не навязчивым сделать? Ну, сделали, почему бы и нет? То есть, это такое. Не буду долго. Все, конец истории. Так, подожди, я только тебя спрошу, как тебе-то. Ты считаешь это знаковым чем-то вообще? И, ладно, знаковым. Ну, допустим, ты сейчас скажешь, что не считаешь. Насколько вот такой редизайн вообще нужно делать? Чего он даст? Ну, вот, да. Мнение скажи свое. Ну, блин. На самом деле, хрен его знает, потому что какие-то... Ну, вообще, короче, что я тебе могу сказать? Я вот, например, у себя в хроме включил новый дизайн хрома. Угу. Вот. И, ну, короче, я не знаю. Прикольно, что... Как тебе объяснить? То есть, прикольно, что они что-то делают, редизайнят старое дерьмо. Просто. Тем более у Google мы знаем, что у них там не все супер новое. Не все по их стайл-гайдам материала и так далее. Но неприкольно, что они начинают выеживаться, понимаешь? То есть, условно, в новом Google... В дизайне Google хрома, например, та же самая кнопка плюс, от которой все заплевались. Хотя я уже начинаю привыкать, если честно. Но это просто, знаешь, я себя переборол. Кнопка плюс, то есть добавление нового таба. Это одно из самых главных просто фич твоего... То, что ты вот просто постоянно используешь, да, твоего браузера. Добавление нового таба. Если ты Ctrl-T не нажимаешь, условно. Ctrl-T, я... Все правильно, да, Ctrl-T. То плюсик перенесен в левую часть. Он просто слева находится. И... А сейчас вот у тебя даже в Safari, наверное, везде самая новая вкладка, это просто правая. Нажать справа вот этого такого пуслова места. Да, плюсик справа, да. Да, и они зачем-то его перенесли в самую левую часть, короче. Че? Зачем? Непонятно, нахрена? Я уже начинаю привыкать, но просто меня вот конкретно радует редизайны таких вот вещей. А какая версия хрома? Чтоб я понимал просто. На 67-й она, по-моему, доступна. У меня 68-й уже есть. У меня 68-я, и ты можешь включить это. А где это, интересно? Это, короче, надо в настройки лезть, а потом... Это, короче, типа не нативное дерьмо. Это не включается легко. Там надо в кал лезть, я потом тебе скину, короче, ссылку, как это все включить, если ты хочешь повъеживаться. Просто, во-первых, хрома малина пользуется. Заодно проверим, насколько... Ты заодно хочешь посмотреть, да? Да, 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 да. Ну, да, там еще супер баги мы нашли. Я на работе пацанам скинул. То есть это условно, знаешь, я нашел на канобу. Вот реально на таком сайте, как включить новую версию хрома. Вот по бреду на канобу. Я пацанам скинул, пацаны включили, и у кого-то полезли баги хрома. У них стали... Знаешь, вот новый таб, он такой белый, он полностью белый, условно. У чуваков стала желтая страница, реально. Yellow pages, короче. И там какие-то баги полезли. То есть мы начали реально тестировать, короче, дерьмо, и кто-то начал выключать на старую версию откатываться. Я к YouTube, например, творческой студии так и не привык к новой. Мне старая больше нравится. Хотя некоторые графики в новый, ну, приемлемые, нормальные. Но надо сказать, что еще новая версия студии почему-то с Safari не работает. Ты туда заходишь, она говорит, ой, чувак, у тебя старый браузер, скорее всего, нам не по пути, иди в обычную старую творческую студию. Хотя тебе больше чем верен, что сработало бы, но просто вот ютюбовцы, они пессимизируют Safari, чтобы конкурировать с ним. Мне так кажется. Потому что это все равно гугловская шобала. Именно шобла. Да, согласен. Окей. Следующая тема. Чувак избыдливается от Google. У меня написано в слайке. Сейчас напомню, что это такое себе. Там, где отказываются от Google, чувак. А, все, да, да, да. Да, точно. Великая тема, на самом деле. Alex WDMG прокомментировал нам на сайте. Опять же, вашу тему смотрим. Все с youwebdesign.ru. Все, что вы предложили. Наверняка уже кто-то предложил, но я попробую. Итак, отчаянная попытка человека избавиться от всего, что связано с Google и что из этого вышло. Прикладывает нам ссылку. И здесь тема такая. Чувак. Журналист. Журналист. Надо в себе сказать, что он, во-первых, журналист. То есть, не человек. Так вот, журналист Нитхин Кока. Решил полностью отказаться от Google и всех его сервисов. Надо учитывать еще, что он не просто русский чувак. Он не русский чувак. Вот. Потому что здесь он использует... Во-первых, потому что он отказывается и от Facebook. И, короче, какие-то сервисы мы действительно не используем. И какие-то сервисы он бы охренел бы на самом деле от того, что мы вообще не используем в этом плане Google. Например, Google карты. Вот я считаю, что Google карты по сравнению с дубльгисом каким-нибудь. Сосуд, так сказать. Ну или хотя бы даже с Яндекс-картами. Да, сосуд. Согласен, они очень наблюдаются редко и нахрен не нужны. Нам легче было бы отказаться от Google, в отличие от него. Так, тем не менее. Короче, он пишет. Я, ты, значит, так и так. Вообще-то я был фанатом Google и свою команду пересаживал на Google очень сильно на их сервисы и на Google Доки условно. Там прям заставлял свою команду использовать Google сервисы. Но в какой-то момент я типа понял, что как вообще вот почему-то комбайни, так сказать, уже охренели, уже зажирели, так сказать. Они уже людей считают как заданность своих пользователей. Не просто, знаешь, как бьются за каждого пользователя. А просто, ну да, вы все все равно будете нами пользоваться, потому что мы монополия, да. И он решил отказаться от Google и вообще от всех сервисов. У него это заняло не больше, не меньше полгода, по-моему. Шесть месяцев. Короче, он, значит, почему так долго? Объясню, почему так долго. Он начал погружаться. Вот что типа я использую? Сразу перейдем вот про скролик. Бесплатные альтернативы. Он говорит, есть специальная хреновина Google Takeout, которая тебе позволяет просто выгрузить все твое дерьмо, вообще, я так понимаю, из гугловских сервисов, чтобы ты мог переехать куда-нибудь. Google Takeout, короче, выгружаешь все и начинаешь исследовать. Бесплатные альтернативы. Ну, поиск, он пересел на DuckDuckGo. Это, вы знаете, что хреновина, который не собирает никакую статистику и так далее. Поисковик такой DuckDuckGo. StartPage. Второй какой-то поисковик вообще не слыхал, что это такое. Он говорит, ну, кроме того, еще есть Bing, еще есть Ask.on, не упоминает Яндекс знаменитый. Нам бы было бы легко с вами пересесть на Яндекс. Я буду просто свои комментарии оставлять. Куда бы нам легко было бы пересесть? Браузер, да. Браузер. Mozilla Firefox, он использует... Это легко, достаточно отказаться от Chrome на самом деле. Вы думаете, что сложно? На самом деле легко просто пересесть на Firefox. Тем более, что, опять же, с любого практически браузера можно свои закладки переместить. Единственное, что синхронизироваться у тебя не будет. Мне очень удобно, что у меня синхронизируется Chrome между Chrome, но Mozilla между Mozilla, наверное, тоже синхронизируется. Я вот, видишь, не знаю, опять же, ни разу не вот, чтобы взять Mozilla и поставить на рабочем компе Mozilla. И есть ли там Mozilla аккаунт условный? Ну, слушай, вот я пользуюсь Mozilla для тестирования. И ни разу не видал такого. То есть, как-то они его не навязывают, в отличие от Google, у которых там реально портретик аж висит. Там все, там вообще все. Портретик. Вот, и там они прям советуют. Вот у меня даже, я сейчас открыл Mozilla, и у меня она сейчас была сужена до размеров телефона. То есть, доказывает, что действительно я тестировал. Нет, войти в синхронизацию. Слушай, есть, есть. Ну, я так думаю, это не более, чем синхронизация там закладок. То есть, что-то подобное. Ну, тем не менее, приятно. Это уже хорошо, это уже удобно. Он еще говорит, что, типа, чуваки, не используйте, например, оперу, потому что тот же самый хром, только в опере. Внутри оперы, да. А, то есть, ему хромиум тоже противен, как факт. Ему все, да, вообще все, что хоть чуть-чуть прикасался Google, тфу, вот фу прям. Далее, чаты. Он использует Google. Мой второй браузер Brave, извини, перебиваю. Что такое Brave, ты слышишь? Да, он здесь, не знаю, вообще, он здесь использует иногда очень крайне странные вещи, которые мы бы никогда бы вот даже не подумали использовать. Я понял. Так, продолжаем. Тем не менее, чаты, ему нужно Google Hangouts, видимо, было пользоваться. Он нашел замену GCMeet, open-source-ная альтернатива Google Hangouts. У нас есть такие альтернативы, как, например, Telegram. Но, наверное, в Google Hangouts он звонит многим, соответственно. Да, да, конференции-то нет в Телеге. По крайней мере, сейчас нет. Он не рекомендует Skype пользоваться. Ужасный интерфейс, непрозрачные условия по данным. И MD переводится справа налево теперь. Понятно. Да, да. Но, в общем, сигнал какой-то там... В общем, сложно. Вот этот конкретно прикол с чатами, именно звонок с конференции, мультиконференции. Если не использовать Skype, то начинаются приколы. Надо будет уже искать самому что-то, короче, хрен его знает. Я бы сейчас сказал какой-нибудь Discord, но в Discord нет видео звонков по-моему конференциальных. Я точно не помню, опять же, ни разу не звонил. Вообще в Discord звонить по видео зачем, если можно просто в Dota играть и запускать его там чисто для голоса. Карты, карты. Кстати, напишите, пожалуйста, альтернативу вот именно в комментариях для конференции звонков по видео. Карты. Here we go. Он использует какие-то вместо Google Maps. Мы бы использовали, опять же, дубль ГИСы, мы бы у себя... Хотя он вот про Японию, что есть недостатки с покрытием. Так, а ты в Россию, чувак, ты в Россию приедешь. Here we go. Они вообще знают, что есть? У них, скорее всего, белая точка в России. Это просто кусок. У нас недостатки покрытия. Уже прям на дорогах в том числе. У нас просто недостатки покрытия, да. OpenStreetMap тоже, я уверен, что у нас никто его не заполняет. Он заполняет. Мы когда еще с вами тусили и ходили по паркам разным, там все тропинки есть. Вот OpenStreetMap, это действительно круто. Круто. OpenStreetMap, значит, это круто. Он в том числе лежит в основе приложения от Mail.ru, maps.me, в который я регулярно родителям загружаю оффлайновые карты тех стран, которые они ездят. Вот там тоже OpenStreetMap в основе лежит. Это правда крутая альтернатива. Здесь могу только согласиться. Да. И что еще, значит? Классные, но платные. Он здесь пишет. Не стоит забывать, что большинство сервисов Google бесплатные, потому что компания монетизирует их через ваши данные. Подмигивает как бы он нам. Для сервисов, которые это не делают, единственный способ вышить, взимать плату с пользователей. И я готов платить за свою приватность, хотя понимаю, что это выбор не для всех. И он не пишет, что именно он за бабло использует. Но окей, почта. И так вот, почта, пацаны, это самая жопа. Я понял, когда я читал, я думаю, да мне вот, что мне стоит отказаться от Google? Ну, типа, Chrome закрыть и поставить Mozilla, не проблема вообще. Но вот почта, я понял, что с почтой будут проблемы в том плане, что не просто, типа, Gmail, это очень удобная почта, а в том плане, что у меня уже все на ней завязано. И я уже везде зарегался с помощью Gmail. И он пишет, что главной проблемой было то, что почему я, типа, так долго пересаживался, 6 месяцев, многие сервисы, мною используемые, где я зарегался с помощью Gmail, которые мне все еще нужны, они, во-первых, очень долго тебя пересаживают на другую почту, многие. То есть у них там закостенелая система вообще изменения почты в аккаунте. Там вручную бумажку несут, видимо, из-за дела. Да, там несут. А некоторые и забывают про это, и продолжают использовать ваш Gmail. Поэтому я, говорит, продолжал пользоваться Gmail как бы в таком, знаешь, формате, что проверял, не пришло ли туда что-нибудь, типа. Ну, вдруг кто-то что-то прислал важное, и я просру только из-за того, что я, типа, такой, отказавшийся чувак от Гугла, короче. То есть условно, и вот именно это он и смотрел 6 месяцев в Gmail свой аккаунт, где у него падала почта, пока он до конца уже вот не истребил, что вот ничего не приходило на Gmail. Вот, хотя он хвалит Gmail за то, что пацаны круто сделали спам-фильтр. Прям вот реально, почта, на которой спама вообще падает очень классно в спам. Можно наблюдать его в спаме, можно наблюдать спам. Календарь. Он использует календарь, я не знаю, то есть я вот календарь использую максимум по работе, и то не часто, не регулярно, не круто. И мне как бы пофигу на календарь. Фастмейл календарь. Я iCloud, например, использую. Да, но здесь, я так понимаю, он вообще Apple продукцию не использует. Можно было вообще все заменить Apple продукцией, условно. Даже использовать iCloud почту. Ну, в общем-то, кстати, да. Здесь всю инфраструктуру можно было переложить на Apple, но, тем не менее, чувак не использует. Ну, окей, ладно. И также Maps использовать Apple, максимально, чтобы в России вообще не знать ничего о России. Что еще? Более технически. Google Docs. Здесь, типа, понадобится именно, типа, скилл какой-то, чтобы использовать эти сервисы. Google Docs, он пересел на NextCloud. Это такое полнофункциональное, надежное, опенсорсное приложение с интуитивным интерфейсом. Видимо, там внутри все. Но для его установки понадобится свой хостинг, смарт-эй, видимо. У меня он есть для сайта. Ну да, он WordPress сайт использует, то есть он, в принципе, достаточно продвинутый пользователь. Так что я быстро установил NextCloud, используя софт SoftClose на панели cPanel моего хоста. Вам понадобится HTTPS-сертификат, который в Let's Encrypt'е надо получить бесплатно. Конечно, не так просто, как открыто Google Drive на своем аккаунте, да. Вот. Так что, ну вот NextCloud, например, замена. Замена этому. Ну, хрен знает, надо использовать. Непонятно, как. Че, другие альтернативы. OwnCloud, OpenStack. Еще платный Dropbox. Ну, Dropbox бесплатный, как бы условно бесплатный. Там сколько-то гигабайт бесплатно, так что если вам нужно размещать свои документы, можете там. Это, опять же, Dropbox вам не позволит редактировать документы. NextCloud, я так понимаю, это штука, которая может делать какие-то типа как доксы. Да? Хрен его знает. Видимо, да. Да. Хотя, видимо, не знаю, опять же. Google Analytics. Он использовал Google Analytics у себя в WordPress сайте. Переключил на Matomo. Другое название, P-Week на своем хостинге, короче. Вот, ну, в принципе, похрен. Ну, да, Google Analytics это крутая штука, не спорю, абсолютно. И отказаться от нее, особенно в работе, особенно если у вас есть какие-то большие проекты, очень сложно от Google Analytics, хотя есть Яндекс от Метрика, знаменитая, любимая, всем и классная. Поэтому тоже, опять же, на Яндекс можно пересесть, если вы не боитесь, что Яндекс вас собирает, что Бобук вас собирает лично данные. Android. Пацан, видимо, Андроида фоннич, и ему вообще досвидос. Вот просто, вот это самый досвидос, который вообще есть в статье. Чувак, Андроид, вот, был, представляешь, да? И как человеку, который с Андроид телефоном пересесть на что-то, не на Apple девайс, да? Он вообще, он, видимо, категорически, категорически не будет на iOS пересаживаться. Он, короче, какую-то сел на какую-то Lineage OS, я боюсь представить. Хорошо, что не World of Warcraft OS. Короче, он пересел. Ну, опенсорсная версия Андроида какая-то, которая еле ставится на какие-то телефоны, трубки, короче. Есть альтернативы еще Ubuntu Touch. Ну, в общем, короче, ну такое, ну такое. Вот это здесь реально такое. И вот видно, что чувак, когда отказался от Google, странно, что он не рассматривает вообще Apple. Ну, очень странно. Было бы легко пересесть на Apple полностью. Все, собственно, в принципе, все. Там дальше его еще какие-то рекомендации. Я думаю, что на них не надо останавливаться. Вот так вот. Как тебе? Теперь от тебя комментарий хочу услышать. Как тебе это извращение вообще? Слушай, всякие странные операционные системы, это да, это действительно извращение. А Google Doc'и мне тоже не нравятся. Google Карты мне тоже не нравятся. Google Контакты, они уже настолько безнадежно засорены, потому что туда автоматически добавляются любые, кому ты писал. Даже если, условно говоря, там кто тебе писал с какой-нибудь рассылки или ты там на какую-нибудь там старую техподдержку, там уже там связано давно с другими людьми. И у меня по бреду в Google Календаре все еще их даты рождения всплывают. Какая-то всякая хрень. Google Drive легко меняет, заменяется Dropbox'ом или Яндекс.Диском, например. На самом деле у Яндекса очень много альтернатив для Google, как это несложно догадаться. Вот. Что такое отдельно Google Photos, я не знаю. Вот. Но... Тоже не пользовался никогда в жизни. Не уверен. Ну ладно, давай так. Раньше это называлось Google Пикассо, и тогда я этим еще пользовался. Просто создавать альбомчики и на альбомчики давать ссылки. Вот. Ну примерно то же самое, что и Google Drive, ну то есть с фотками. Вот. Но просто по умолчанию раньше в Google Drive не было там ни предпросмотров, ни хрена. Можно было там только архивом скачать. Хотя, может быть, я и вру. То вот Пикассо, она была именно для структуризации по альбомам. Поэтому... Ну чувак прикольный. Прикольный. Но мне кажется, он в деньгах все равно потеряет. То есть, ну, сколько он там сейчас заморачивается, сколько он потом будет там за платные альтернативы давать денег. А уже Google достаточно его инфы, мне кажется, собрал для того, чтобы до конца жизни ему релевантное дерьмо показывать или что-то подобное. Ну да, в принципе, да. Поэтому это такое там на другой язык какой-нибудь пересесть и во французском Google гуглить через VPN. Тогда, может быть, как-то да. А так, ну не знаю. То есть, каждый, так сказать, кто как хочет, так с ума исходит. Поэтому... Да. Окей. Следующая темка тоже у нас от Interstate 82. Там же, где ты рассматривал про книжку с цветами. Третья темка. Звучит так. Три UX-паттерна для использования во время ожидания ответа сервера. Мы уже говорили в этом подкасте про UX-ожиданий, так сказать. Угу. Здесь автор Райан Бейкер, кстати, я попробую. Практически Райан Гослинг. Или Райан Рейнольдс даже, да. Да. Сейчас я попробую ему хлопочков отвесить, потому что зачастую UX-дизайн CC у меня тупит, и даже с учетом того, что я, да, как и сейчас, с учетом того, что я авторизируюсь, почему-то хлопочки не засчитывают. Ну, неважно. Есть три паттерна. Первый – это тайм-ауты. То есть, если какой-то API медленнее, чем я хотел бы, то отменить мой запрос. То есть, если какой-то запрос движется там, не удовлетворяется больше 30 или 60 секунд, то просто уже не тащить, а сбросить и все. Здесь он сразу же ударяется в реализацию. То есть, не просто паттерны на словах, а еще и как их реализовать. Ну, в данном случае он, конечно, говорит про промиссы и… Так, сейчас посмотрю. Таймаутов здесь нет. Просто промиссы. GetMetrics. Ну, хотя нет, нет, нет. После этого request with timeout. Он устанавливает setTimeout. И если setTimeout прошел, а все еще есть error, то есть, если промисс не вернулся, reject'нутый, то все. В данном случае посылает ошибку, что запрос занял больше там скольки-то миллисекунд. Все, конец. То есть, никаких сложностей. Первый паттер, я повторяю, если запрос больше там 30 секунд, например, идет, чтобы не мучить дальше API-шку и наш тоже сервер отправлениями этих запросов, просто показать, что запрос занял больше стольки-то секунд. Все. Второе, минимальное время для ожидания. Мы, кстати, тоже это часто говорили о том, что иногда лучше заставить своих пользователей подождать чуть-чуть, полторы, там, две секунды, для того, чтобы им было спокойнее. Они такие нажали кнопку, и если все молниеносно закончилось, они будут думать, подождите, стоп, а сработало или нет, будут сжать еще раз, будут отправлять 2-3 запроса вместо одного. Лучше сделать там на 300 миллисекунд прилодер какой-то, чтобы им просто спокойнее, а, что-то там делалось, что-то крутилось, все, значит, точно работает, значит, классно. Вот. Вот такую штуку реализовать. Ну, причем он, естественно, говорит о том, что это зависит конкретно от запроса. То есть, если эта кнопка удалить из списка, и когда вы ее жмете, визуально из списка что-то удаляется, не надо добавлять 300 миллисекунд ожидания, потому что результат, он и так налицо, как в present perfect в английском языке. Использовать нужно тогда, когда действие произошло в прошлом, а результат мы видим в настоящем. Вот. А здесь наоборот. Этот паттерн нужно использовать, если результат в настоящем не виден. Если там в базу данных что-то произошло, то, конечно же, нужно там какой-то прилодер читали крутануть, еще там галочку в конце какую-нибудь подсветить, что стопудово сделано. Вот для таких вещей. Вот. Ну, здесь у него, кстати, как так и написано, когда не использовать, когда использовать и так далее. Вот. Ну и третий – это попытка новая. То есть, если вдруг сразу же приходит там пятисотая ошибка какая-нибудь условная, то нужно в приложение заложить возможность несколько раз попытаться. Вдруг это какая-то случайная ошибка, не нужно заставлять пользователя заново жать на кнопку, типа попробуй. Знаешь, просто пятисотая была ошибка, и сразу же пользователю так и всплывает там пятьсот сервер бла-бла-бла, или там пятьсот два бет-гет-эвэй, или еще какая-нибудь хрена. Зачем? Попробуй несколько десять раз, если реально не сработало, то только тогда напиши, скорее всего, не работает. Причем повторения, они должны быть с умом. В данном случае он предлагает экспоненту. То есть по умолчанию через одну миллисекунду, просто секунду, простите, миллисекунда это трешак, через одну секунду. Следующий запрос уже через три, следующий уже через десять. То есть чем дальше влез, тем больше дров, тем больше секунд нужно ждать для следующего запроса, потому что, ну грубо говоря, удаленный сервер и так не справляется, на который мы кидаем запрос. То есть мы его спрашиваем, дай нам все сто пятьсот миллиардов точек, которые посетил Гитлер в сорок четвертом. Не знаю, по бреду сейчас вспомнилось. Так. Вот. И сервер не может обработать, потому что там сейчас у него уже пятьдесят таких же идиотов, как вы сложное запрашиваете, вы как бы пятьдесят первый, он не получается. Если вы его заспамите гитлеровскими запросами, мы ничего не пропагандируем, просто случайный пример, то сервер только дальше склеиваться начнет. И вы только хуже ему сделаете, поэтому, да, нужно такие вещи, конечно, по экспоненте делать для того, чтобы все целее были, так скажем. Ну и тут он показывает красивую функцию, как это реализовать. То есть back-off strategy он это называет, уравнение целое туда закладывает и так далее. Вот. Ну и как вывод, он говорит о том, что такие паттерны, они существенно увеличивают UX, потому что соответствуют, так сказать, ожиданиям пользователя и способствуют его удобствам. Какой вот, Никита, из этих трех тебе понравился, опять же, больше всего? Как тебе сказать? Ну я могу сначала освоить. Мне нравится минимум wait time. Ага. Мне тоже. Я... Это такая хитрость, которая реально... Тебе ничего не стоит это сделать. Это, опять же, ты даже рад такое сделать, потому что там ты можешь себе позволить реально там 300 миллисекунд, чтобы твой сервак что-то тоже обрабатывал. Но зато прям вот ты увеличиваешь вовлечение людей, потому что они такие, о, все, работает стопудово, классно. То есть, ну... Да, да, согласен. Ну что, дальше идем? Давай, давай. Телега, между прочим. Телега. Телеграм будет передавать данные о террористах на основании судебного решения. Это сайт Коддурова нам вещает. И на официальном сайте мессенджера Телеграм полностью обновилась страница с политикой конфиденциальности. В одном из новых пунктов политики появилось правило, которое гласит о том, что Телеграм может передавать спецслужбам IP-адрес и номер телефона. Здесь в натуре, короче, если зайти на их политику конфиденциальности, теперь написано, что если судебное решение будет запросить, что вот чувак террорист, да, запросить данные его у Телеги, то они отдадут. Они отдадут данные именно IP-шника и номера телефона. Здесь подчеркивается то, что переписка все равно будет недоступна. То есть, если уже суд решил, что определенная личность ведет террористическую деятельность, соответственно, все, да подавай сюда IP-адрес и телефон. Ну, я не знаю, IP-адрес вообще помогает? Я тебя по IP-шнику вычислю. То есть, вообще, мне бы хотелось... С учетом того, что все VPN-ки прижимают или какую-нибудь другую хрену, из другого IP-шника все будут, поэтому... И номер телефона, да, то есть, поможет ли вообще номер телефона? Ну, если, опять же, толковые пацаны используют левые симки... Конечно, там же, наверное... Ну, то есть, это такая помощь. То есть, вот без переписки, опять же, непонятно, насколько это круто. С другой стороны, я ничего не хочу сказать, хотя, возможно, если я сейчас скажу, то я сильно уже скажу. Вакууме, да, представим такую ситуацию, не в России, это другая сторона, и не Телеграм. Все вымышленная абсолютно ситуация. Если вдруг, например, судебное решение какой-нибудь Англии условной ошиблось, и случайно, ну, или не случайно, как-то сделать человеком не тем, кем он является, например, да, то можно запросить, так сказать, не у того человека данные за каким-то другим ходом. В общем, вы понимаете, да? То есть, будет ли это использовано в плохих мерах, так скажем? Будет ли каждый человек под прицелом? Понимаете? Да, я думаю, они просто хотят соответствовать ГДПР, вот этому европейскому закону по поводу Global Privacy, бла-бла-бла. И это сделано вот просто юридически для этого. То есть, Дуров уже дал комментарий, что, ну, это вот, с ФСБ мы точно ничего не будем, потому что, там, они нас банят, и поэтому мы с ними не разговариваем, и вообще, они нам ничего не предлагали, и вообще, это их не касается, они хотели, типа, доступ к переписке и к сообщениям, а не к айпишникам и телефонам, поэтому... Понятно, то есть, это, типа, не про то. По крайней мере, да, заголовок кричащий, но, типа, не про то, хотя, злые языки поговаривают, что там, Паша прогнулся, там, туда-сюда, да-да-да-да-да. Он, кстати, сказал, что если вдруг будет факт раскрытия, хотя бы один, хотя бы в каких-то спецслужбах, то это будет в квартальном отчете. Да-да, тут все будет предоставляться, да, что тут вот даже есть некоторые каналы по борьбе с терроризмом конкретно, и вообще, типа, Телеграм реально борется с этой темой, то есть, они там банят каналы и так далее, и так далее, следят за этим, типа, модерируют, хотя, я не знаю, если честно, сейчас я боюсь, если набрать в поиске что-нибудь, то, возможно, что-нибудь и появится. Да, поэтому, в общем, вы понимаете, вы понимаете, вот такая происходит движуха с Телеграма, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь, и вообще, интересно, насколько вы придаете значение мессенджеру Телеграм, потому что вдруг уже никому и не надо, вдруг уже все сидят на Ватсапе, или Вайбере, например. Вот. Да, интересно, пишите в комментариях, что как. Да, ну и последняя развлекательная тема от Вадима Пагна-ли, Авдеева, который предложил нам тему, что Шиндовс теперь работает прямо на клиенте браузера, то есть Windows. Теперь можно тестить браузеры, старые или новые, какие угодно, можно использовать как быструю песочницу, играть в конце концов в Сапера, пишет он. Зашел я на эту хреновину, ты тоже зайди, грузится не очень быстро, поэтому я пока буду рассказывать, скажи, когда у тебя загрузится, потому что я вот у меня стартинг Windows пока, я нажал, и знаешь, в чем суть? Суть в том, что я когда поигрался, тема-то моя была, надо было немножко разведать, я поигрался, загрузился в Windows 2000 Professional, и там установлены браузеры типа Firefox, но там есть Internet Explorer, и мне было как раз интересно, как Internet Explorer работает, потому что он написал тестим, то есть, я, короче, сейчас вот зайду вот в этой операционной системе, ты тоже попробуй, во-первых, все лагает, возможно, в самой Windows 2000 так и лагало, давайте зайдем просто, тут какие-то еще D-Plus браузер, боюсь представить, что это такое, зайдем в Internet Explorer браузер, и попробуем зайти на любой сайт, кроме, не знаю, google.com, потому что у меня не получилось зайти на uvbizign.ru, вот давай попробуем на uvbizign.ru зайти, я нажал на Internet Explorer, он уже грузится, короче, грузится и грузится, опять же, на винде так и было, смотрите, полностью, полностью погружение в винду, 2000-ую, у тебя откроется Internet Connection Wizard, скорее всего, сначала, я его, не знаю, закрываю, don't show больше Connect Internet Connection Wizard, все равно загрузится в Internet Explorer, тем не менее, это Internet Explorer 5, чтобы ты понимал, он предложит сделать себя дефолтным, я скажу, что no, и он загрузит microsoft.com по дефолту страничку, кстати говоря, ее загрузит полностью пустую, кстати говоря, ее загрузит полностью пустую, и я не понимаю, я вот набираю здесь uvbizign в поисковой строке .ru, да, нажимаю Enter, мне пишет, you are about to view pages over a secure connection, security alert, any information you exchange with this site cannot be viewed by anyone else on the web. Окей, говорю я, и, видимо, все, все, the page cannot be displayed, все, не может показать. Я думаю, что тогда еще даже он не умел с HTTPS-ными сертификатами работать. Видимо, да. Из-за этого что-то, ну, я иначе не понимаю. Да, но google.ru открывается, но, видимо, у них там все как-то классно сделано, и тут, реально, на google.ru, если зайти, тут супер деградация устроена, ну, в смысле, graceful degradation, так сказать. И, короче, тут старые кнопочки, ну, в общем, здесь олдскульно, все, достаточно. А в целом, ну, говно. Ну, как бы не сильно-то нужная штука, так сказать, пути здесь есть. Можно пути запустить с вашей винды вот этой вот. Короче, все, собственно, все по этой теме, все. Если хотите, поиграйтесь с виндой, которая здесь, типа, сделана, но она каждый раз новая открывается, в общем, не очень удобная штука, непонятно, зачем она нужна. Это какой-то такой прикольчик. Это Windows 2000, сервис пак 4, я вот сейчас открыл. Ну и все, собственно, все. Ну, ты все пишешь, что можно теперь будет тестировать там на старых интернет-эксплорерах, туда-сюда. Ну, как видно, что тут не очень что-то вообще открывается. А у меня тоже майкрософтовский сайтецкий не открывается. Microsoft.com slash ESAPI какой-то там, Readeer DLL, DLL в 2К18, это, конечно, смешно. Я имею в виду на сайтах, понятно, что сами библиотеки и так есть. Вот, in the future, ну да, да, то же самое, что ты мне продиктовал, то и у тебя есть. Тут, кстати, я еще включу это что там, помощь, и там вот эта книжечка с вопросиком, классическая, Windows-овская, мне открылась, поэтому странно, странно. Может быть, в настройки прокси надо зайти, чтобы было не кэндбюдисплей. А может быть, нам интернет не прокинули до этой виртуальной тачки, я не знаю. Тогда тупо. Тогда нахрен. Тогда как Google.ru открывается. Кэш? Странно. Ну, в общем, кстати, да, в кэше, походу, ну-ка, если я вручную HTTPS напишу. In the future do not show this warning. Я сейчас сделаю еще на всякий случай. DNS-error HTM открывается, то есть какие-то ошибки с DNS-сервером. Ну, нормальная тема. Ну-ка, 888 гугловский IP-шник. Сейчас, чисто пикану. Давай, давай пиканим. Коннектинг. У меня вот эту строку снизу заполнения, она у меня с модемным соединением ассоциируется, которое у меня у друга было там в начале двухтысячных. Вот. И тут уже как бы дан, а там все еще загружается. Ну, веб-сайт found, waiting for reply. Что-то по IP-шнику прям пытается у меня открыть на Bing. На Bing сейчас заходит. Error on page, might prevent, что-то там. Открылся, открылся Bing, но без JavaScript, без нихрена. Вот. Microsoft почему-то не открылся, Bing открылся, но на пятом интернет-эксплорере без JavaScript, там ни стиля, ни хрена не подгружено. Ну, ладно. В общем, сомнения странные. Если вы суперверстальщик, и верстаете все еще для E5, 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 E5 и так далее, то пусть вам ваше начальство проплатит браузер стак или как-то так называется. Да, конечно, конечно, это смешно. Это просто смешно. Да, тем более с таким медленным дерьмом работать, ну, умрешь просто. Лучше все-таки проплатить. Да, это крайне непродуктивно. Ты будешь полдня дрочить только одну страницу, а тебе надо было затестить вообще-то весь релиз и как бы желательно еще и вчера. Поэтому это смешно. Да, это такая хреновина. Будем подходить к обойке. Давай сегодня ты расскажешь. Там очень классная на самом деле обойка и очень прикольно придумать, где наш подкаст. Наш подкаст это водопад, естественно, на мой взгляд. Мы видим здесь обрыв какой-то такой. Не то чтобы норвежский фьорд, потому что какая-то степь на этом обрыве или там даже пустыня. То есть оно такое. Хотя, кстати, вот опять же, кто ездил у нас на Байкал в Челябинске, все, у нас свой Байкал в Челябинске. Кто на Байкал в России ездил, удивились с трудом, что там степь на самом деле вокруг. То есть я тоже еще, я Орел и Решку, кстати, смотрел про Байкал, но до этого я удивился, потому что я думал, что там лес и там, знаешь, идешь почаще леса, хоп, за деревья заходишь и там Байкал. Такое озеро. На самом деле просто гигантское озеро в степи, но неважно. Так вот, наш подкаст это водопад, потому что он тугой струей прямо в океан. А океан это подписчики. Вот в океан падает, просто, ну, поток живительных, так сказать, живительных темок к вам идет. А я знаешь, что думал? Да, договори, да. А степь это вот, это мы после подкаста, после записи. Вот эти одинокие домики, вот это вот какая-то там пара транспортных средств и туман сверху. Туман это потому, что уже три ночи у нас за окном, уже роса выпала, уже как бы утренний такой туман, вот это он. А степь это наши души, после того, как мы отдали вам все, все добро и тепло, которое у нас было. Да, а я просто, знаешь, что думал? Наш подкаст это облако вот это. И оно как бы осадками темок выпадает на город, то есть на наших чуваков, и уже дальше сливается вот туда, в канал, короче, в помойку. Ну да, после, как переваренные остатки пищи, не переваренные, точнее, не переваренные остатки темок вот туда спускаются просто. Да. А где наши патроны? А наши патроны, они на гору, вот на ту взобрались, и они могут прям ссать в облако, чтобы как бы прям на подписчик. Они влияют. Через нас прямо на подписчиков, на наших остальных. Это нормальная, нормальная схема. Это хорошо было. Ладно, будем заканчивать, будем сворачиваться, увидимся уже через неделю. Все ссылки на подписки в описании. www.design.ru slash about, например, там можно все наши соцсети посмотреть. На ютюбе все три классических ритуала сделайте. Лайк, подписка, колокольчик. В iTunes тоже пишите отзывы, ставьте нам звездочки. Нам, кстати, в комментариях написали, что мы в прошлый раз забыли представиться. Ну, потому что месяц в отпуске, забыли уже, что надо говорить о том, кто с вами. И да, с вами был Тормознутый и Картавый. Увидимся через неделю. Пока. Пока.